пройти ее на максималке без сейвов. Ну, вообще, это, можно сказать, и вторая попытка, потому что я разок гуфнулся практически в самом начале, поторопился по глупости. А вот сейчас мы подходим к тому сражению, на котором отдался свой первый трай. И вот говорил до начала записи о том, что ситуация лучше не будет, несмотря на то, что героев там немножко получше раскачал, но из-за того проваленного квеста, точнее из-за того, что я поговорил с архонтами. Слишком рано закрылся один сайт-квест, который мог бы принести мне лут, деньги, славу, и, в общем, тяжело. The Freedom, привет. Повар, здравствуй. Повар с поваром, мы уже здоровались, он с Андорфином здоровается. А ты вырубил подсказки по репутации и навыкам в диалогах? Нет, я ничего не вырубал, но я не видел в диалогах, что были подсказки по репутации, что это, типа, повлияет на изменения. Или я просто не видел это. Вот, у тебя сейчас хотя бы скиллы есть, юзай атлетику на переговорах, помогает бои облегчить. Да, но там некем юзать атлетику. То есть я все, что можно, то юзаю. Ну, главное, что я же общаюсь с главным героем, у него знания и хитрость, так как он маг, он не воин, у него с атлетикой вообще беда. Поэтому атлетики в диалогах я даже не помню. Ну, я видел там варианты, что есть такая возможность. Но навык недостаточно высок для того, чтобы пройти. Ну, прокнул он. Вот. Короче, сейчас мы сразу в осаду бросимся. Будет серия сражений. Я там еще закончил на одном сражении. Чуть не гуфнулся, потому что побежал раненый на них. Давайте, поехали. Вспомним все. Вспомним все. Трансляция может быть вообще очень короткая. То есть заново начнем. Просто если я зафейлю тот финальный бой. А вероятность того, что я зафейлю довольно существенная. Надо с скиллами еще разобраться, потому что есть из лидерства скиллы хорошие. Комбо скиллы новые появились. Ой, Сакс, я по другой причине. Опа, стоп. Во-первых, у меня 5 дней. Я могу абсолютно спокойно делать перерывы. Вот, у 3 человека до 6 не доведены. Понятно, что танк будет 6, но мне главное фугу и повелителя огня довести. О, отдохнуть хочу. Вот. Отдыхаем. Вот другое дело. Так, я хочу еще полутать тут вокруг, посмотреть. Два привала. О, выносливость. Выносливость вообще замечательная. Так, я еще сделал опции автопаузы, что как только ты заходишь в бой, ставится пауза. И когда... Еще там несколько ивентов. Но самое главное, когда твой человек... По нему либо попадают, пауза ставится. И когда... Автоматически имеется в виду. Не надо будет постоянно самому ставить паузы. Она будет по ключевым ивентам раскидываться. И... Я понял, да. Больше всего мне нравится, когда член отряда прекращает использовать способность. То есть у вас там выкинули фаербол, и чтобы не было этого дилея между... Ну, там он начнет обычную автоатаку делать, например. Вы сразу можете ему правильную вещь подсказать, чтобы он действовал. Так, ну работаем. Тут раз, два, три. Этого тяжелое ранение. Ладно, поехали. Поехали, поехали. Что у нас есть? Вот это вот обилка. Классное колесо времени. Комбо-способность с Лан-3. Противники в области с действием минус-уклонения, минус-парирования на 5 секунд. А, и скорость действий. На 40. А союзники действия негативных эффектов. И восстановление. Плюс 2. Один раз за бой. Ну тут 30 секунд. А, то есть он еще кумулятивный эффект носит. То есть базовые защиты уклонения и парирования, они снизятся в ноль вообще у всех, кто находится вокруг. Это очень хорошо. Надо кучковать людей. Получается, да. Ладно, поехали. А тут попробуем сделать таун. Вот, он сам паузу ставит. Я-то никак... Надо привыкнуть еще к этому. Он сразу ставит паузу, когда... Даже слишком часто, я бы сказал, он ставит паузу. А чего таун-то не сработал? Еще больше паузу, богу паузу. Ой, хорош, автомобилку юзнул. Давай ты стреляй тогда вот. Наверное, вот так даже. Это раз. Защита пошла. Раз. И сразу, видите, он скилл... Использовал стрела, полетела. И пошла автопауза. Очень хорошо. Так, тут комбо. Тут защита пошла. Тут сагрили товарища. Сконцентрируем, наверное, на нем. Удары. Можно сделать вот так вот еще. А вот сейчас я не понял, что произошло. Он слишком часто это делает. Пауза. Слишком часто. Ладно, ничего страшного. Давай электрошок сразу же. Или дальнего. Раз, достаю. Вообще прикольно. А, и при попадании я еще включил. Что при попадании... Это, наверное, лишнее как раз. При попадании, что стопаются... Сейчас автопауза. Оружие бесполезно. Выдающаяся защита тоже лесом. Может, кстати, оружие бесполезно. Срабатывает сейчас. Нет. А, написано. Лучник пробивающий... Пробивающий выстрел. Закончил он, типа, и... Ну, я его сто лет уже скастовал. Давай попробуем. А сейчас что? Да, пробивающий выстрел. Странно. Я ему уже сказал просто атаковать. Он, видимо, после каждого тика... После каждого тика... Дает вот такой эффект. Ладно, давай комбо делать. Ой, огнешение хорошо. Ой, левелап отлично. Так, давай тогда себя бафай здесь. Раз. Почему? Почему? Прекращает и использует... А, он очень быстро кастует. Нет, не быстро кастует. Вон он там еще. Используется заклинание солдат солнца героизм. А, и когда обилка врага еще. Ё-моё. Ты не знаешь, как отключить автобой за персов? Они сами что-то кастуют, когда не нужно. Так я уже и на старте отключил давным-давно. Мне не нужен автокаст у... У товарища. Так, здесь комбо пошло. Можно уже приниматься за... Задавай касание титана сюда. При попадании, кажется, там срабатывает. Этот лечится, гад. Больше пауз. Еще больше пауз. Сколько там у тебя? Тяжелое ранение. Хорошо. Там попадает, он горит. При смерти лучника мы вырубим. Получается. Этого зажгли. Можно сделать еще фаербольчик, учитывая то, что он по-своему не бьет. Ты просто единичкой атакуй. Лучник все-таки стреляет, гад. Попадает. Два-два-два-двенадцать. Ну, это мелочевка. Так что все ок. Лучник добьет дальнего, скорее всего, сейчас. Да, готово. Ой, как... Да, еще опцию поставила, что в... Разлетаются иногда на части, если... Так, ну этого тридцать... Тридцать семь. Ой, тридцать... Короче, хп нет. Вероятность попадания тридцать четыре процента. Ну, наверное, у разных. Да, убиваем. Убиваем. Хорошо. Сейчас нужно уровень повысить, во-первых. А, вот почему пауза срабатывала. Я видел, там же бой продолжается. И я вижу, что справа товарищ воюет, использует способности. И как следствие... Да, вот в чем была причина. Ой-ой-ой, тут народу-то прилично. Четыре человека на одного, который... Уже ранен. Уже ранен. Я попробую сейчас стаунтить как можно большее количество. Это раз. Давай обновим на него защиту. Возможно, стоит... Один раз между отдыхом. Такую способность лучше не юзать. Один раз за бой. Стоп, у меня же комбо способность была еще вот такая вот. Но это тоже один раз между отдыхом. Отрицание боли устраняет эффект. Когда обновляется? А, перезарядка 43 секунды. Прикольно. Ну, сейчас пока не нужна, но... На будущее, да. Держись, держись. Может, ты убрать тему, что когда используют враги способность? Ну, а там еще один приджонивается. Чатьку привет. Потихонечку включаемся в... В игру. Вспоминаем, какие есть у нас опции с вами. Что можем... Так, стоп, а я же могу. Не могу пока, да? Там КД. Можем навесить, кстати, стирание записей. Хорошая вещь для танка, чтобы ранен не получал лишний. Так, а тут исчез один гад. Может быть, имеет смысл... А, не может уже он, к сожалению. Клиссо времени хорошая штука. Ладно, давай сбивать с ног, пожалуй. Можно зажечь. Но вопрос только кого. Вроде как лучников надо вот этого битого. Давайте попробуем снимать именно его. Ничего себе, там какие штуки. Вокруг сбивание с ног и нанесение урона. Вечный огонь, кажется. А, нет, вечный огонь, это фуга у нас. Прорывается. Так, как я могу... Давай вот так. Вот плохо, что сейчас они уже полезли непосредственно к нашим... Мне надо добиться сначала лучникам. Загорелся. Загорелся, это замечательно. Ну вот, может, электрошок. Тут по двоим можно попасть. Вот, че твой рейндж такой классный. Выход из боя срабатывает. Опять исчезает. Может, закомбим? Поэтому, например. Это же нас раз за бой. Да, один раз за бой. Давайте комбо юзнем. Только непонятно по кому. Косяк. Нет, не юзну уже. О, разобрались с лучником. Вот это очень хорошо. Там алая фурия хоть и при смерти, но она как какие-то там... Один-два удара выдержит еще, я надеюсь. Можно лишить мобильности. Хромую добычу сделать вот на этого шатуна, который бегает взад-вперед. Непонятно на кого. На кого попадет. Ой, 30 урона. Попадает что-то, что-то, что-то. Что там? Повелители огня нанесли урон. 30. Сбивание с ног еще. Надо сейчас вылечить нашего главного героя, чтобы он рану получил. Пурия отстрелялась. И убили нашего союзника, так скажем. Привет, гуф был. Но в третьем трое пока нет. Это третий трай. Гуфа не было. Мы остановились, собственно, на штурме этой крепости. Ой, не то. Вот. От этого отряда в конце прошлой трансляции отступили. Сделали привал и пошли, соответственно, на восток. Ну и вот на востоке встретили сначала парочку, тройку врагов. Потом еще пять человек. С которыми... Четверо из которых пока живы. Но по хп вроде как все ок. Единственное, я бы хотел сразу главным товарищем еще на себя щит накинуть. Хромота, кстати, есть. Подействовал. Он очень медленно перемещается. Это замечательно. Единственное, я бы... Сделал еще защиту вот на этого товарища. Вместо выстрелов. Тот пока... Пока непонятно, куда бежит. Саппорт подлечил. Молодец. Наверное, стоит на себя уже... Лезть или не лезть, вот в чем вопрос. Не, ну я думаю, танку уже здесь делать нечего. То есть он может идти вперед. И добивать, пробовать этого упыря. Ой, к лучнику подошел, гад. Энергетический щит не на того. Но сейчас мы можем, кстати, закомбить вот этими товарищами. Собьем его. Ох, лок нужен обязательно. 15 урона. Так, при выходе из боя танк словил. Добил этого упыря. Здесь комбо пошла. Насколько я вижу. Тут баф кастуем. Готово, да? Теперь надо сконцентрировать удар вот на этом. Потому что он будет лежать. В принципе, учитывая то, что у нас есть с вами бонус от Алого Хора, надо концентрировать атаку по одной цели всеми. Потому что растет точность, если жизни меньше третьей хп. Наверное, надо. Там стрелы летят, точнее копия. Пробивают гадами. После подсечки сразу хил. Сбил с ног, хил на себя. Танк двух ранжевиков. Стоп. Что-то может сделать. По сути, ничего. Просто бей. Пока он сбит с ног. Ну, он хорошо работает выход из боя. Сразу дам пятнашечку. Просто за то, что мимо проходил, называется. Так, далее. Делать шампур или не делать? Вроде хорошо. Нет, давай лучше восстановим себе хп. Оба братом откатились обилки. Парочка обилок. Да даже тройка обилок. Хорошо. Отталкивать или урон наносить? Давай урон наносить с оглушением. А почему вот сейчас сбилось? Не понял. Так. Реген прошел. Шампур. Там отвлекся на танк. Да двое там завязались. О, вот так можно сделать еще. Урон увеличим у двоих. Оглушение срабатывает. Великолепно. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бьем. Ой, нет. Давайте лучше фаербол. Там же по двоим достанет? Достанет. Хорошо. Желательно не тратить в бутыльке выносливости. А вот... Может и стоит. Да не, не стоит. Делаю защиту. Ну, резерок, если что, есть. А вот бутылки лучше засейвить на последний. Между отдыхом. Фаербол готовится. Это тоже не хочу юзать. Хотя можно, на самом деле. Смерть с небес юзнуть. По этому ли. Да, давай по этому ли. Там точно добьет. Прыгаем. Ну. Вот оно. Раз. Два. Три. Второе и третье выстрелы в молоко. Прошли, к сожалению. Увеличиваем защиту. Далее. Наверное, надо сделать вот так вот стрелкой. Потом все-таки закинуть фаербол. Ну, я не достаю по двоим фаербол. Он, к сожалению, нужно по одной цели. У этого тоже рейндж не очень, да? Не очень. Давай глушение тогда. Хотя бы на одного. Фуга умрет. Ну, ничего. Хотя, нет, подождите. Может, бригенчик быстро закинем? Раз. Ну, давай. Сколько у него хп-то осталось? Один. Просто. Один из 133. Что-то из-за игра. Скажи, что ты ее морально прошел. Гоучем. Нет, нет, нет. Ты ведь игру не пробежала. Что-то могут моменты. Да, да, да. Сложнее пиларсов могут быть. Но... Но... Я попробую еще все-таки. Так, восстановили, кстати, немного выносливости. Есть ли у нас что-нибудь, что может... Да, есть. Огненная стрела пошла. Тут, кстати, этот... Таунт обновился. И хромотой можно еще... Непонятно, кого этот загорелся. Пробивают по 25. Это крит, что ли? Надеюсь, что это крит. Едва задев. Ничего себе, едва задев на 25. Мне бы так, а? Реально, мне бы так. Едва задевать людей. Ладно, давай фэрбол. Пробую стаунтить. Ну, вроде не прошло. О, стоп. Откатилась вот эта вот тема. Ну, я... Надеюсь, я успею накинуть. Там восстановление третьих хп, кажется. В этом роде. Отлично. Хромота прокнула. Ой, да, нормально. И у нее у самой еще саппорт с пылы есть. Такие базовые, которые восстанавливают выносливость. Так что все замечательно. Фэрбол. Там заморозка. Что происходит? Не совсем понятно. А заморозка с чего? А, у меня же фэрбол одновременно с заморозкой теперь комбо. Точно. Так вот он как. Интересно, он может одновременно поджечь и заморозить? Да, огненный шар комбинированный. Сигилом ледяного пламени. Ах, красота. Это еще костлом с двуруча не ловил. Там просто ваншот парня танком лечи фугу. Танк просто далеко стоит. Он не дотянется. Да и фугу уже особо резонно лечить нет. Да, потому что... И так справляемся. Можно вот так вот ей накинуть хпшечку. Но не принципиально, на мой взгляд. Сейчас мы этого добьем. Сейчас каст будет еще. Он замедлен, но он очень, очень медленный. Минус один. И дальше. Все. Давайте, ребят, давайте. Все, минус нули. Молодцы. Только вот левела немножко не хватает. Но я на следующем паке уже пару шестых должен получить буду. Сломный доспех лесом. В АПМ уровень. Наверное, все-таки танку продолжаем качать хп. И защиту воли это раз. По навыкам. По навыкам сложнее. Надо выбирать в караульном что-то. Что это такое? Пассивный эффект. Союзники в области действия. В трехметровой, правда, области. На 5% всего урона меньше получает. Так себе. Лязг железа. Вот это неплохая тема для него, для самого. То есть после того, как он таунтит, получает двоечку к броне. Но это относится только к броне. И эффективность щита. Можно, конечно, взять что-нибудь с высшим, повышим. Или вообще из карателя. Не-не-не, нужно в караульном что-то выбирать. Скорее всего защитные. Вот звук войны. А, нет, стоп. Это союзники в области действия. Это всем. Берем. Там и АОЕ 10 метров. И всем союзникам это важно. Так, стоит ли... В принципе, время есть. Можем попробовать перед... Да нет, раны только у этой подруги есть. Сейчас плутаем. Тут осмотримся. Опа, сапоги. Хорошие. Сапоги Алых Фурий. Так. Пока беру... Беру саппорт. Ловушка еще где-то там. Ну, потому что танк сапоги надеть не может. У этого что? Один в один. А у тебя какие сапоги? Один в один, только еще есть клин. Меткость при падании по целям. Да, очень хорошие сапожки. А у мага что у нашего? Очищающая Победа тоже обилка есть. При убийстве и восстановлении негативного эффекта. При том, что по характеристикам они... Плюс три только выход из боя. Нет. Значительно лучше. А где ловушка-то вообще? Не вижу ловушку. А вот вижу теперь. Вижу еще. Опа. Кожаный доспехал его хором. Тоже беру, посмотрю. Щит тоже оценю. Стоп, у тебя же есть... Вон. А Билочка еще на защиту. Танк не передал. У тебя сообщение пришло по голубиной почте. Прикольная фича тут есть. Какая фича? Какая почта? Какой голубь? О чем речь? Так, что по щиту? Все хуже. Все хуже. И армор был. Правильно? Был армор? Я его только сложил сюда. Надо проинспектировать его внимательно. Броня большая, робящая и огненная. Отлично. Отражение до восстановления нет. Восстановление для саппорта, конечно, важно, но не настолько... Короче, ему нужно менять арморчик на более продвинутый. Понимаю, что он будет медленнее кастовать, но по прошлому бою, например, было видно, что... Он довольно быстро раскидывает все с пыла, а потом все в кд. Ловушка обезвреживаем. А, да и Дентиноки стоит. Серьезно, прям один? Совсем один? Ладно, проверим, что с тебя можно взять. Только... Давай щит на тебя. И на вас всех засчитан. И вообще надо было, конечно, сделать бомбу. Ой, сейчас будет клиф. Ой-ой-ой. Я хочу просто отойти, чтобы не получить по всем, да. Пробую сделать комбо. Пробую. Раз. Все, таун сработал. Защита понижена. Сейчас мы его очень-очень-очень быстро убьем. Там можно и вторую комбо сделать, на самом деле. Бах. На-ка. Давай, вторую комбо сделаем. Подсечка. Там танк тупит. Сбили с ног. Добиваем. Хорошо. Почему фуга не... не отачит, я не пойму. Пробуем зажечь. Он горит. Оглушаем. Шампурчик. Заморожен еще был там, в общем. Ну, конечно, вчетвером на одного. Это... Это изи. На верхней панели. Что там? Самая правая иконка с птицей. Вот это вот. Ой. Это... Послание. Таркес Ари. Да, по глубинной почте реально пришло послание. Я там накосячил с... Накосячил с сопротивлением. Не выполнил миссию одну. Всех там... Кого убил, только одного... Да всех убил. Нет. Нет, нет. Одну в плен мы взяли. Думал, мы совсем бестолковые. Мы знали, что Кайрос провозгласит Эдикт в нашей долине. Может быть, у владыки больное чувство юмора, но я, честное слово, смеялась, когда узнала про смертный приговор к литвопреступнику и марионетке. У меня были низкие ожидания в отношении служителя так называемого архонта правосудия. Тунан видится мне покорным приспешником, который выседает на троне, чтобы узаконить бойню и грабежи других архонтов. Лик благополучия, который позволяет Кайросу говорить одно, а делать другое. Я надеялась, что ты служишь правосудию, самому принципу, а не архонту. Но твои действия сказали о другом. По крайней мере, могу поблагодарить тебя за то, что доказал мое скептическое отношение... А, что доказал, что мое скептическое отношение полностью обосновано. Если ты выживешь в предстоящей бойне, то знай, что Таркис, Ари, мы с ней, кстати, воевать сейчас будем, из гвардии Вендриенов, несет полную ответственность за действия своих солдат. Если мои воины предстанут перед топором суда, скажи Тунану, что из-за голода и отчаяния мне удалось обманом вовлечь их в борьбу, которая была лично моей, а не их. О-о-о! Заставь его поверить в эту ложь так же, как ты делаешь с ложью владыки. Ничего себе, то есть она все-таки во мне какого-то союзника все еще видит. То есть, может быть, не все мосты сожжены. Ладно, проверяем, что в этой части, может, с хрончик какой. Нет, ничего. Ну, чуть-чуть осталось до шестого левела у двух последних персонажей. Если бы я выполнил квест, может быть, это до седьмого даже. Но... Дурак. 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 Здесь можно диалоги, наверное, по... Барик с верностью. Единичкой. Не, давай... Давай попозже, после того, как новый Трай будет у нас. С тобой поговорим. Привалы есть, если что. Можно не возвращаться. И... Так, а здесь аккуратно. Их там не трое, это точно. Нет причин, чтобы Терри. Я понял. Ну, куда ты полез? Это правильно, ладно. Что у тебя по оружию? К уклонению ненужным. Давай к точности. И лук возьмем. А лук и так взят. Ну, что, с богом? Понеслась. Итак, танка выставляем чуть-чуть вперед. Бобер почему-то находится вообще не там, где должен находиться. Потому что сейчас нужно... Наверное, вот так, да? Он же недолго кастует эту тему всю. Так, не лишненько лучше хромоту на этого. Но она не достанет просто. Просто не достанет, понимаете? Лучше, наверное... Там мобилки пошли. У кого что. Или все-таки на... Не, на него нужно хромоту. Он сам подойдет сейчас. Ох, сейчас надо затаунтить как можно большее количество подходящих. Защита прошла. Делаем баф на урон. Таким вот образом. Бобер пока вручную подходит. Стоп. Ну что, делаем таунт сейчас? Пока, наверное, нет. Стоп. Так, ты озадачен. Бобер пришел. Что делаем? Что делаем? Для фаербола слишком рано. Отрицание боли тоже слишком рано. Попробуем сделать щит тогда. Так, а вот сейчас нужно уже таунтить. Потому что они явно проходят мимо, блин. Явно проходит мимо. Хоть защита и прошла, но... Отбросить может его. Попробуем. Что? 43? Казнь по повелителю огня. Может мне тогда вот так вот затаунтить этого упыря. Ну потому что... А как? Да, давай через комбо таунтить его. Уже надо... Стоп. Уже надо реген на него делать. Так, здесь сделали бонус по... Можно наложить еще печатку. И лучник сзади. Мне тоже его хотелось бы отстрелить. Да, давай. Двойной такой. Да еще этот пришел. Стоп. Не вижу ни черта. Провокация сработала. Этот побежал, да? Да, провокация сработала. Концентрироваться нужно на нижнем. Возможно стоит сейчас... А вот что стоит сейчас? Ну, мочим. Макс урон по нему. Пробуем занести. Можно тут по-троим увеличить. Да, давай лучше. Пока по-троим. Вот как с этим быть? Три ранжевика меня смущает. Вроде как этот зажегся. Фомбич, привет. Привет. Таунт сработал на одного. Таунт второй тратить, я думаю, не стоит сейчас. Можно пока на себя еще защиту покидать. Тем более, что по нему довольно серьезный тоже урон заходит. Там лучник стреляет. Вот отсюда нужно... Как-то, ну... Эту кучковатость убрать. Почему я не стал... Вроде команда была на... Ладно, в общем, регенимся. Регенимся, регенимся. Хорошо. ХП накинули. Это раз. Давай тебя немножко защитим. Это два. Ну ты подходи сюда, окей. Он ловит довольно много на выходе из боя, что очень хорошо. Да, надо таунтить того человека, который пробежал мимо танка и оказался вот в наших саппортах-магах. То есть ты его таунтишь, он возвращается снова к танку. То есть не на старте делать таунт, тем более, что многие на танках в принципе лезут. А тогда, когда именно нужно снять агру. Не только для того, чтобы снять агру, для того, чтобы он еще мимо там попробегал, урон пополучал. Здесь можно хоть комбо сделать. Только надо дождаться. Ну давай вот так, шампур. Ты исцеление делаешь, молодец. Хорошо, там... Слушайте, у меня комбинированные заклинания по огню. Тоже с этим? Да. Вот, сигил ледяного пламени. То есть все, что связано с огнем, у меня уже идет с комбинированной руной. То есть может прокнуть и заморозка, как вот сейчас получилось. Видите, волшебный огонь и заморозка. Так, теперь можно уже комбить. На самом деле вот этого ближнего упыря. Ой, как же там? Достается там. Ладно, этот завязан. Давай, леген. Тут комбо идет. Хорошо, что на трогу щит кинул. Отравление там, правда, есть. Можно, кстати, сделать эту обилку... Так, тут сбивание с ног сработало. Это тоже удар попал. От бобра можно попробовать сделать отрицание боли. Случайно негативный эффект пульсации. Давай. Ну, то же самое отравление уберем. Хотя нам вроде других негативных навыков особо и нет. Да. И яд там уже скоро закончится. Лучше, наверное, фаербольчик прям в кучу. Тут френдли фаера нет, поэтому можно смело... Смело мочить. Поставлю печать на танка. Танкую не так плохо. Ой, не так хорошо. Я бы таунт им еще сделал. Чтобы защиты свои мапнуть. Хотя бы. Почему-то я не делал отрицание... А, нет, я не должен был делать отрицание боли. Я фаербол закидывал, правильно? Закидывал, да... Не получилось, в общем, это сделать. Есть ли печать? Да, печать есть. Но можно и отрегенить его, на самом деле. О, уклонение, хитроумие всем. Дали по единичке. Как все произошло, я не понял. Может, я на ловушку? Нет, на ловушку только обезвреживание. А зеленое слово из нычек... А что за зеленое слово из нычек? Так, фаербол полетел, хилл полетел. Здесь отстрелялись. Можно попробовать... Нет, на себя не нужно ничего вставать. Комплект оружия лук стоит. Я предлагаю просто на этих крест поставить и начать уже стрелять по дальнему. Ранжевиком по тому, кто бит. Фаербол залетел. Оглушение тоже на двоих. Минус один. Ну, уже на одного получается оглушение. Давайте я танка, наверное, сразу пущу туда. Куда-нибудь туда. Или даже на одного. Можно сделать будет комбо с главным героем. На хп и на скорость. У нее все еще работает вот эта вот печать. Стороннее записи под защитой. С нему добавится хп, как только достигнет определенного уровня. Да, уже добавилось как раз. Нет, оно не снялось. Обездвиживание 12 секунд. Нехорошо, нехорошо. Давай тогда по защиту. Здесь будем отталкивать. Ты можешь поджигать вот этого упыря. Откинули раз. Оглушение. Нет, нет. Да, оглушение 2. Ой, в мили пошел на танк. Вот это нормальным. Этот заморожен. Добить или не добить? Вот в чем вопрос. Давай добьем. Нет, нет, нет. Он сейчас оглушен будет. Там и так справимся. Давай лучше обездвиживание вот этого товарища. За... Да, оглушение сработало. Его можно даже посхом просто убить и все. Единственное, я бы попробовал хильнуть. Не получится мне его хильнуть. Ладно, просто стреляйте. Есть привалы, так что нормально. Нам хватит. Я надеюсь, нам хватит пауз. Только много. Давайте я попробую все-таки в автопаузе. Персонажи нанесли урон вот этого. Убрать. Кажется, это причина наиболее частых пауз. Все. Дезинтегрировали этого упыря. Тот, скорее всего, догорит. Давай танка на всякий случай вылечим. Стреляй подальше. Элаяр, привет. Неплохо продвигаемся. Что там? Ну... Медленно, я бы сказал, пока продвигаемся. Но зато надежно. Зато надежно. Что немаловажно. Здесь можно сделать и комбо. Учитывая потребность в скорости. Лечим танка. Он сам, кстати, сейчас может еще подлечить. Отстреливаем дальнего. Можно ему еще щит постануть. О, есть ловелап. Уклонение, управление жизнью. Новый уровень получили. Я по дальнему... Нет, лучше по этому стрелять. А что, бобер-то? Не кастует, очень. Отодвинули. Так, фаербол. Даже не поворачивайте язык огненным шаром. Фаерболом как раз назвать. Потому что... Сейчас, бац, и заморозка сработает. Да, только не попал. Ой, ну бас. Ой, ну бас. Ладно, еще хил. У ранжевиков, кажется, уклонение хорошее. На них АОЕ, в принципе, плохо действует. Как магию лечения каждому персонажу дать? Ну так ты можешь конструировать заклинания благополучные. И в зависимости от наличия знаний, просто им накидываешь базовые сплы и все. Вот есть защита и реген у каждого персонажа. Ну, кроме главного, потому что там не хочется знания на фигню тратить. Хотя, не, ему нужны как раз ударные вещи. Собственно, это вон и... Так, лязг, делаю железо. Все, армор накинули. Этого зажгли. Оглушим. Опять же, точность... Вот у лучницы точность вообще колоссальная. Там плюс 35% по человеку, у которого меньше 3 хп. Вот она должна работать по таким вот проблемным... Потому что там урон возрастает, крит, все дела и... Оглушим, ты маленький хрень. Наверное, зря я откинул того. Я иду сразу. Так, минус 0 и 1. Оглушим. Сейчас я еще бобер, если 6 левел. Когда, точнее, у нас 6 левел. Будет совсем все хорошо. Но я мог сюда с 7-ми прийти, если... Не скипанул этот... Не зафейлил, в общем. Не зафейлил. Ну что, давай. Да ладно, по всем. Успел все-таки прострелить, гад. Не, а бобер все равно 6 левел не получил. Ходец. Так, здесь мы можем забраться наверх. Пока что собираем лут. Смотрим, что есть. Кажется, кто-то пытался забросать этот походный костер грязи, но слишком торопился, пропустил большую часть кострищи. Запертый сундук. Копье есть. И защита от стихий. Копье? Ну а кто у нас с копьями? Метательный-то есть, но... Может, здесь скрон какой-то есть? Давайте посмотрим. Ладно, нету вроде. Так, апаем уровень. Мы работали над точностью, да? И продолжаем, пока капа не будет. 18 точность. 106 у него нападение. То есть криты. Эти вот эффекты поджигания. А по навыкам, по навыкам тоже через рейндж, через ратника качаемся. В прошлый раз взяли, не восприимчиваясь к волшебному огню, к горению, кровотечению. Уворачивание плохо работает. Надо брать либо бонусный эксп, либо пробивание... А, тут еще десяточка точности есть. Плюс два пробивания брони. Так не хочется брать, вы бы знали. Может, все-таки уворачивание, типа, на перспективу взять. Уворачивание у нее 52. Парирование. Парирование от точности. Может, надо было ей брать быстроту, а не точность. Тогда имелось смысл замены уклонения на парирование. Для ближнего боя больше. Импровизация тоже, боевая, не нужна. Можно понимание боя все-таки взять. Да, давайте понимание боя. Больше экспы по атлетике, по луку и по парному оружию, но парное оружие. Так. Поднимаемся. О, а вот и левелап у бобра, шестой. Так, бобер, бобер. Бобер у нас 19.19. Можно, конечно, сделать еще быстроту. Пока без капы, потому что... Перезарядка способности заклинаний. Но нет, я хотел делать точность, потому что... Специализация на разных школах, и мне нужна точность для того, чтобы попадать не только молнией, но и другими темами. Поэтому точность. Берем ему. И кажется, сейчас в ветке по лидерству надо будет взять еще один навык. Вот. Властитель знаний предоставляет дополнительные ячейки под заклинания всему отряду. Чертова имба. Просто чертова имба. И себе, и саппорту, и даже минорные заклинания можно будет по штучке дать с остальным. Вообще, лидерская ветка, она имбанутая. Прошу прощения за французский. Потому что плюс 2 бутылька эффективной зелии 50%. Отрицание боли тоже неплохое, но самое главное, как бы, дальше... А что еще здесь есть? Второе дыхание. Один раз за бой. Потеряв, вы издаете боевой клич, восстанавливающий максимального у вас и вашего отряда? Черт. Не, ну заклинания, конечно, полезнее, учитывая то, что у нас тут два человека только делают, что кастуют, а слотов нет. А знания хорошие. Да, пожалуй, я возьму... Но потом... Второе дыхание. Подъем. Это вот не очень плюс единичка ко всем характеристикам. Множество рук не будет доступно, потому что это левел 2. Какой-то комплект оружия особо не нужен. И перехват инициативы 20%. Короче, надо будет в следующий раз второй дыхание брать, учитывая уровень сложности. Ячейки заклинаний открылись. Ох! По две! По две! Господи! Какая халява! Это такая халява! Просто! Я думал, по одной. По две просто, чтобы вы знали. Вы могли в ветке мага, в ветке мага, взять обилочку, которая вам дает две ячейки. А тут ты всему отряду даешь по две ячейки дополнительные. То есть можно будет взять вот эту вот штуку, еще на два заклинания. А тут ты получаешь восемь фактически. Это очень хорошо. Я тогда смогу на свои знания еще накидать... Вот это ключевой момент, который может помочь в подготовке к финальному сражению. Это очень круто. Очень круто. Такая халява. Понти, привет! Так, начнем с простого, именно с саппортов. У них есть реген, который, кажется, учитывая текущее знание, особо не апнешь. Хотя интенсивность, но нет, знание не позволяет. Апать ни то, ни другое. Хорошо, давайте тогда возьмем им что? Варианты живучей силы можно взять. То есть аналогичные тем, которые у других, но просто иметь возможность на себя скастануть. Сила живучей, сила живучей на 45 секунд. То есть все могут находиться под эффектом этого бафа. Плюс даже можно, наверное, апнуть будет интенсивность 2,5. Да, это, наверное, проще всего раз. Но к второму не получится интенсивность поднять. Ладно, делаем так. Это самые простые вещи. Второй вариант это урон бонусный. Но тут уже знания требуются совсем другие, поэтому пропускаем. Если мы говорим о размытии. Размытие есть в этом выражении. Сокрушение разума. Слишком серьезные требования к... А если мы говорим о... О бонусном здоровье в процентах. Вот это можно сделать. Тоже точечное, такое альтернативное восстановление. Увеличивает просто кап здоровья. И восстановление всего. Или нет? Это время каста? Нет. Продолжительность или милее доспехи ручки? Нет, это, видимо, просто уменьшение кд. Если правильно понимаем. В любом случае, саппорты у нас... Ну, это не саппорты. В том виде, в котором... Но, кажется, это полезные штуки тоже. Теперь берем поинтереснее. Во-первых, у нас апнулись знания до 78. И можно... И освободилось два слота. Заряженный кулак мы никак апнуть не можем. Пропускаем. Если мы говорим о электрошоке. Вот он, электрошок, да? Да, это электрошок. 65. Что-то можно взять. Дистанция не столь важна. Область действия, кстати, может зарешать. Но нужно 90 знаний. А длительность тоже не дотягиваю. Две единички знаний. Пропускаем тоже. А третье выражение. Воспламенение. Вдумайтесь. Это ключ на молнию. Называется заклинание воспламенение. Перезарядка 38 секунд. Урон электрический-электрический. Магия-магия. И... Периодический урон получается, да? А, конус. И радиус 6 метров. Выпускает несколько электрических волн, снижающих защиту противников от электричества. После заключительной волны вся энергия высвобождается, поражаясь сильным ударом. Хорошо. Что мы можем? Если мы увеличиваем дальность, это влияет на рейндж. 6,7,2. Окей. На молнию точность особо вешать не стоит. Потому что мы и так помолнием. Это наша базовая школа, специализация хорошая. Интенсивность. Да, он еще 50%, 63% урона в электрический. Наверное, интенсивность пока оставим. И... Что-нибудь простое. А простого нет, кроме длительности. 75. На одну секунду длительность периодического урона возрастает. Ну, если точность помещается... Может, точность реально? Рейндж уже не получится. Нет, получается. Стоит ли ради этого метр плюс единичку? Это приличная тоже штука. Вот минус таких заклинаний в том, что тебе нужно подходить поближе манам. Это я не очень хочу делать. Так что... Увеличение на метр рейнджа... Пожалуй... Блин. Я меняю текущий спелл. Сброс. Сейчас быстро накидаем. Раз. Двадц. Интенсивность. Длительность. Нет. Интенсивность. И... Рейндж. Точно. Точность-то тоже может зайти неплохо. Нет, давай точность. Нет. Точность или не точность. Нет, давай рейндж. Рейндж. Назначаем. Сюда тоже, кстати, поместится это заклинание. Но ему как раз... Ему как раз важнее точность, чем рейндж. Потому что... Потому что у него нет специализации по школе. Поэтому ему сделаем вот такой вариант. Хорошо. Есть еще два слота, которые можем использовать. Если мы говорим об огне. Выражение тоже есть новое в огне. И третье заклинание, наверное, тоже нужно брать. Что это? Вспышка пламени. Волшебный огонь. Периодический урон. Упреждение. Радиус тоже конус. То есть это выражение именно конусное, да? Я бы на него сразу улучшение по огню. Ха-ха. Угненный и ледяной урон. И, собственно, на этом все получается. А это не подойдет. Потому что по огню нужна точность. По огню... Лучше сделать так. Чтобы была большая вероятность попасть просто. И то и другое выражение дадим... Слушайте, а может быть у нас... У нас же еще новые выражения в... Здесь появились. Но сокрушение разума, допустим, у нас есть. А вот реген... А, регена нет. Это атакующий вариант. И здесь тоже... А, нет. Здесь есть тоже конус. Ну, собственно, мы его уже сделали, да? Хорошо. Тогда второй вариант аналогичного заклинания. С бонусом на точность. И с более интенсивным... А, я не могу сделать так. Короче, с... С рейнджом, наверное, да? Да, и с рейнджом... Даем... Саппорту. Ой, такие молодцы. А, могло быть еще лучше. Я мог еще пятерочку знаний накинуть. Хотя нет. Не мог. Потому что там кап уже был по знаниям. Разобрались. Кое-как. Мог быть седьмой левел. Это... Даже у танка будет, наверное, седьмой левел до... До сражения. Привет, Янг Сильвер. Ну, работаем. Надо только теперь помнить про то, что заклинания у меня уже не помещаются все. Какой конус классный. Да, да. Давай. Так. 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 Ну, защита пошла. Таунт. Фаербол, наверное, не стоит вообще делать. Давай глушить. Так. Как лучник пора стреливает. Классно. То есть он сквозь работает и все. Надо по нему стрелять. И бобром тоже по нему же стрелять. Проходим. Завязываем. И стреляем так. Так лучше не нужно. Но того удалю. Сейчас будет стрела сквозь всех пролетать. Неприятно. Пока обычный удар отражается от щита. Повесили щит на танка и есть вероятность того, что заклинание или этот будет отражено. Неплохо. Оглушение. Срабатывает. Отлично. Можно и этого оттолкнуть, на самом деле. Ну, чтобы наши... Наши подошли. Ну, чтобы можно было подойти к лучнику чуть поближе. По крайней мере, мак, чтобы смог сделать. Конус можно сделать еще. Ну, давай. Оп. Заморозка сработала. Достаю. Достаю, достаю. Проверяем, как работает конус. Следовало ожидать чего-то подобное. Он замораживается опять же, замедляется, убивается. Неплохо, неплохо. Как вот мне с... Надо будет накинуть, во-первых, всякие бутылки. Бутылочки. Всем, чтобы 6 слотов было у всех занято полезными вещами. Опа, перчатки. Отражение, меткость, восстановление. Но если и брать такие перчатки, то только кастером. Учитывая их слабенькие характеристики по защите. Но с другой стороны... Отражение, меткость, восстановление. Да. Раз. Это скидываем в стэш. И то же самое попробуем... Где 0,2? Не, ему-то меткость вообще не нужна. Раз, два, три. Четыре. Дальняя атака, урон. Минус точность, восстановление. Нет, текущий вариант. Стоп. Текущий вариант. Хуже. Кат-сцена, ребята, кат-сцена. Нам вот внутрь в эти ворота, если помнить. Они забрались на стены, вот и с этими сражаться. А-а-а-а, черт. Ну, поехали. Ой, как их много-то, а? Пять человек, и я сразу влетаю. Не-не-не-не-не-не-нет, ребят. Я предлагаю тактическое отступление. Ой. Как-то не очень тактически вышло. Не туда, дура! Ай-яй-яй-яй-яй. Так, во-первых, щиток. Во-вторых, ты сюда. В-третьих, ты делаешь вот так. Буду. Некрасиво получается. Что-то. Может, на этого щит поставить? Да, потому что... А, я уже скастовал. Ну, бас. Ладно, давай на тебя сразу защиту такую. Тебе попробуем оттолкнуть. Ну, ты работай. Не, они нормально там стоят. Никого не трогают. Так вот с двуручем надо стоять. Хорошо. Все-таки я сделаю парирование. Нет, наверное, сначала реген, защиту, а потом парирование. Так, ты кастуешь, ты стреляешь. Будем делать... Нет, давай вот так. Отлично. Бобер там попадает. У всех все хорошо. На тебя все-таки скастуем щит. И это прорывается, гад, а? Давай, таунт. Пусть сработает, я прошу. На двоих. Было бы очень хорошо. Защиту на себя. Давай, таунтик. Так, защита от бобра пришла. Фуэрболл двоих не достанет. Ну... О, кажется, есть. Провокация сработала, но он выйти отсюда не может. Это очень хорошо. Ну, давай вот так. Лучница, правда, там... Видите, ее как колбасит. Он не может никак пройти с одной стороны, а таунт работает. Эх, давай, реген на себя, подруга. Взглянай немного, я уже начинаю теряться. Скорее всего, может, вообще конус сделаем? Не достаем. Или достаем? Показывается, как будто я достаю до них. До нижнего. Проверим. Ну, такой курсор меняет внешний вид. Так, реген, кастуем. Ты только ступишь у нас. Ну, давай, фуда, апнем урон. Апнем урон. Ты пришла в себя. Че делать? С двух рук не хочется. Постреляй пока просто. Так, увеличили урон. На себя реген. У этих же тоже дополнительные сплы появились. Не стоит об этом забывать. Всегда нужно рассматривать. Не хватает десяти этих... Только вот у танка помещается. Пока все, что есть у него. Раз, два, три, четыре. Да, у... А нет, у фуги не помещаются тоже. Уже. Эти вот штуки. Не, по одному почему-то попадает в волшебный огонь. Я понимаю, что рейндж, как бы, но... Показывалось, что и поэтому, и поэтому, типа, попадет. Но это... Неправда. Давай на себя. Хотя зачем на себя, дурунда? Этот, скорее всего, догорит. Не стоит на него время тратить. Наверное, надо уже... Да, все. Умирает. Лучше по рейнджовику здесь стрелять. Здесь можно сделать таунт на этого. И защиту заодно снизить. Вот. Повелся. После этого можно сделать фаербол. Но я не достаю, опять же, по всем прям. Танк не работает нифига. Заморозком. Все вроде ок. Враги кричат. Управление огнем, управление жизнью, навыки растут. Эх. Почему я... Танк тупит. У меня... Ладно, этот уже мертв практически. Второй заморожен тоже очень-очень не очень. И... Изи. Седьмой левел будет у самой. Это могло быть у всех. Мы убиваем тех книгачей, которые... Которые... Так, лучше слева не забыть. Держит барьер. Шансов у них довольно-таки мало. Бобер промахнулся. И по одному они еще сражаются, второй там... Держит барьер, типа старается. Характеристики по защитам у них неплохие. Ты бы привал сделал, чтобы смерть с небес откатилась. Да я сделаю привал обязательно. Просто... Пока... Хотя у меня привалов четыре штуки. Район. Ты получил. Я буду тебя. Как ты... Ход времени это за... Замедление на пятьдесят процентов. Будем делать. Считай... Маги. Ну, не, маги, конечно. Только в... В связке с... Работают хорошо. По крайней мере, такие. Ты получил. Просто в чистом поле, но... Урона от них немного. Больше бафов всяких. Защиты никакой. Готово. Сейчас вообще катсцена должна быть, по идее. Надо... Полутать. Да, катсцена. Мы уже близки к тому сражению, на котором я... Зафейлил. Первый момент. Электрический конус не тестил. Кстати, да. Электрический конус не тестил. Обязательно нужно проверить его. Как работает, по крайней мере. Там рейндж какой. Еще у этого, у... Лантри не проверял заклинание. Вообще, мне нужна какая-то тактика на то сражение. Прочь дороги! Зал Вознесения возьмем мы! Пятый глаз натреснуто ревет и широко взмахивает копьем. Убирайтесь немедленно, пока на вас не обрушились клинки и дубинки Алого Хора. Железный маршал Эринес. Да скорее червяки одолеют волка. Командир опальных делает бойца Алого Хора знак выйти вперед. Давайте я буду убивать вас по пять штук за раз, чтобы все было честно. Так, насчет Эдикта. Время дорого, ну понятно. Они будут сражаться, а я типа побежал... Стоп, я не хочу туда идти. А, я не смогу сейчас вернуться назад. Хренеть! Мой лут! Я не могу назад вернуться! Извините, кот! Все, назад дороги нет. Они прорвали периметр! Они уже здесь, в донжоне! По звезде, в передачу, скрывается. Понятно. Удачи тебе. Ну это подстава, я считаю. Просто подстава. Что здесь нормального лута уже нет. Опа, тяжелый доспех. Но я его не надену все равно. Могу взять на примерку? Там, наверное, штраф будет конский на... Хотя восстановление... Нет, он хуже. Кожаного доспеха, алого хора. Эх, черт возьми. Потом соберешь, если выживешь. Так в том-то и дело, что мне по-хорошему надо... Как можно сильнее увеличить шансы на выживание. Так, давайте раскидаем уже... Уже, по крайней мере, выносливость. Потому что можно не дойти до... Вот у танка вообще выносливости нет. Здесь 4. Еще троечка в запасе. Вот еще здесь троечка есть. Ой, хорошо. Нет, по выносливости значительно все лучше, чем в прошлые разы. Просто у всех 5, 5, 4, 4. Найс. И еще не факт, что... Нет, больше нет. И нельзя их тратить. Раскидаем другие бутыльки обязательно. Тем более, что слоты увеличились. Только надо их раскидать с умом. С умом. Например, лучнице желательно вот дать дополнительный жалюще ожог. Что на уроны больше на сила. Колющее, режущее к броне. Это скорее танку нужно передать. Еще один такой бутыль. Выкидываем, выкидываем, выкидываем. Чтобы не... Не отвлекали. Это тоже лесом. Фууу. Тут тоже лесом, тоже лесом, тоже, тоже, тоже. Уходи, я не ученого, хорошее. Восстановление весьма неплохое. А, ну хотя оно было у него до этого как раз. Так. Что есть по бутылкам? Особо ничего нет. Но вот есть точильный камень еще хорошо бы вот этой подруге дать. Потому что пробиваемая броня в течение... Ну, короче, двоечка на 6 минут. Всякие бутылочки с пивом, сыр и прочее. Все пригодится. Слушайте, у меня бутыльков-то нет в стэше. То есть все то, что у меня на руках, это вот оно. Так, на себя прикрит попадание оружием в течение ослабления в течение. Это тоже нужно дать этой агильщице нашей. На полминуты цель ослабляется при критии. А она критует, учитывая ее точность 108 на данный момент довольно часто. Ну, я, правда, раскидал уже. Сколько резуректов-то? Один всего, два резуректа. Причем резурект надо сдавать танку плюс... Саппорту не хочу резурект давать. Но у него свой резурект. Есть родной, поэтому надо передать, скорее всего, бобру. Бобер, бобер. Так, что пивасик дает к силе в течение... В течение Е, конечно же. Но силы-то урон. Это, в первую очередь, урон. Короче, медовуха себе. Точельные камни не стакаются, поэтому лучше, наверное, раскидать их. Сыр тоже. Вообще, сыр надо убрать из быстрого набора. Дать каждому и поесть перед началом сражения. Это что? Ярость на две минуты. Присксили на две минуты. Но ярость еще, кажется, воля снижена. Это тоже нужно давать ярость дпсер нашему. Или, кстати, можно дать и бобру. Потому что же сила влияет на... Да, она влияет и на заклинание. Урон от заклинаний. Насколько я помню. А, только на способности, да. Сила заклинания, это у нас смекалка. Тогда те, кто... Да, все, все тогда ей. Это два. Стойкость в танку. Это танку. Стойкость... Выкидываем все те, что можно... Стойкость вообще всем. То есть пропиваем раз, пропиваем два, пропиваем три. Также пропиваем те вещи, которые действуют долго. Ну, очень долго. Желательно 300-600 секунд. А, вот еще есть. К живучести. Вот, танку тоже раз. Сили. Сили вот так. Ну и заполняем оставшиеся слоты другими темами. Воскрешение берем бобром. Так вот делаем. Атлетика, исцеление, плюс... Так, саппортом. Кровотечение сюда. Бутылек сюда. Это бутылек защиты от стихии. Горение, заморозка. Хотя ей-то как раз не нужно. У нее... Иммун к статусным темам. Там, правда, еще... Не, лучше дать саппорту. Саппорта есть. Вот этому тогда дать. Вместо чего... Воскрешение при поражении. Кровотечение, скорее всего. Я не тороплюсь, потому что не хочу гуфаться просто. Добрый вечер, свор. Добрый вечер, чатик. Sorry, что я... Надо мне почаще в чатик заглядывать. Как у вас дела? Все ли хорошо? Я тут готовлюсь морально просто к предстоящему... Так, тоже разделить надо и дать тем людям, у которых есть свободные слоты. Но те, у кого нет иммунок... Тебе не кажется, что 4 плюс секунды для мага это как-то... 4 плюс секунды это типа... Но зато армор есть. Хотя восстановление плюс... 2... Хотя да, для мага это критично. Если бы у меня было 6 заклинаний, сейчас же у меня 8 их. Восстановление плюс 0,2. Восстановление. Так я сильно апнуть не могу. Я только могу доспех снять. Он больше всего штрафа дает. Ну, броня. Да нет, ну, думаю нормально. Пока нормально. Так, ну здесь излюбленная моя тактика. Называется... Называется встреча. Возвращаем в дверном проеме. Нет, наверное, вот так лучше сделать как-то. Вот так вот. То есть угол поострее. Они... Собираются вместе. На них таунт лучше будет действовать. Ну, с богом. Надо сразу туда закидывать фаербол. Потому что могу. На. Ой, 37 сразу влетел от лучника. Капец. Ай. Так, этот стрелялся. Бафнуть бы урон, конечно. Но я не достану до... Не, давай я лучше сначала на бобра. Дэв, сделаем. Ты принимай. А, ты уже фаербол кастуешь, да? Я уже не с... Да ладно, ты еще по-ближнему фаербол кастуешь. Капец. Это косяк, ребята. Это просто косяк. Да, потому что вместо того, чтобы... Фууу, защиту давай. А ты что можешь? Ну, ты пока... Так, фаербол влетел. Заморозочка вроде зашла. А что делает у нас заморозочка? 70% скорость передвижения. И минус 5 от дробящего. Оказывается Для себя защита, потому что явно бегут на бобра Мне бы Двойной удар Да мне парирование сделать В смысле провоцирование сделать Но нет, лучше защиты все-таки Давай ты найдешь для себя какой-то Более Или они бегут не туда Я вот их не пойму Кого ты собираешься атаковать Пробегают мимо так Прям четко мимо пробегают Этот замороженного Толкают буквально Так Армор есть И теперь Ну давай повелитель огня, чего Работаем Ты вяжи С этими двумя справимся Справимся Нет, не справимся То есть лучше вот этого Стаунтить все-таки Давай Стаунт пошел Сработал, нет? А, тут еще пока КД Хорошо Бобру достается Могу его как-то Могу Так А ты что? А ты давай Накидываем Вот, провокация сработала Вот это другое дело Там еще, правда, третий стоит Гад Ладно, давайте вяжем тогда Так Бобер теперь может Стреточиться Например, вот на этом Аппарат Вообще Танком бы пройти Туда, куда-то поближе Я понимаю, что сейчас Отхвачу вот От выхода из боя Но зато я завяжу Так, лечение Лечение Ты просто Просто атакуй Далее Можно сделать хромоту Можно закомбить 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 не хочется На самом деле Потому что тогда Ой, хорошо Куда ты полез На танка Правда, танку На танке что у нас? На танке вообще ничего Давай-ка Отражение за диваней И Сможем ли мы туда Что-нибудь Двоих сможем Ауэшное оглушение дать Давай вот так Туда контроля нужно И что-нибудь А, нет Подожди, подожди У нас же есть У нас же есть теперь конус И еще Нет, не электрошок Вот он Воспламенение Дай попробуем Воспламенение сюда Сделать Только чуть-чуть Надо подойти Тихо По всем достаем Давай Еще раз Что делает Воспламенение Электрический урон Плюс периодический урон Увеличена эффективность По урону Увеличена длительность Насколько я понимаю И это моя специализация Как бы нужно С молнии все-таки Начинаем Потому что она Ну, практически гарантированно Попадает Из двойной специализации По По молнии Так, далее Ты Баф на урон Вряд ли Давай защиту на себя Или нет Нет-нет Давай-ка сразу Лучше танка хилять Вот Это мне больше нравится Для этого товарища Вот Идеальная ситуация Когда рядом с танком Собирается вот такая вот группа Потому что Начинает работать сразу Фаербол И всякие конусы У него Самый хороший доспех Он урона сильно не наносит Но свою роль выполняет Как танк Поэтому Поэтому все хорошо Пошел конус Ну где? А, там через какое-то время То есть он снижает защиту А потом срабатывает Да ведь? То есть Молниеносного эффекта От этого заклинания нет Уже активирована Способность еще перезаряжается Выпускает несколько электронных Снижающих защиту Противников от электричества Вот с нее надо начинать По сути Начинать с нее нужно Во-первых, потому что Она ОЕшная Во-вторых, у тебя еще есть Пара заклинаний по электричеству То есть Воспламенение А потом еще два спала По электричеству И тогда Вероятность Всяких Там Оглушений Больше урона будет Вечер добрый Антон Кактус Антон Антон Кактус Так, ты что? Ты себя лечишь Потому что можешь Вот И урон Сразу 28 20 29 27 Великолепный урон Уклонение Плюс знания Кстати, еще получили Сейчас туда можно долбить Например, электрошоком Тоже Ну, не совсем ООЕшный вариант Но, тем не менее Он Вероятность того, что там Сработает, например, оглушение Она уже Выше получается Если я все правильно понимаю Танка выхиливаем Тут Перестреливаемся Кое-как Вообще Добро Прилив гордости Это Не совсем то Что нам нужно Давай живучи силу Баф А подожди У тебя же тоже были Какие-то Вот Вот Второй конус Давай У тебя же тоже знание 70 Воспламенение Второе сейчас заходит А, сопротивление Вон внизу пишется Молнии 6 То есть на четверочку Снял В первый раз Да А сколько он Там написано Сколько снимает Защиты Нет Вот только Мишки Как-то сможет Остановить поверх Другой закон Если добав Изя 4 секунды Или выставление 4-4 Это да Это точно Так что только На пару Можно это делать Так, а кто освободился Стреляй по другим Оглушение Оглушение Сработало Это раз Вербол Не откатился У меня есть Еще одного Ешка Сейчас По хп Можно закомбиться С бобром На самом деле Ах Сбивает Сбивает с ног Бобра Не только Бобра Этот уходит Сколько Сколько будем лежать Хромота Да Ты уже встаешь Еще одна вспышка У них Приличный еще хп Давай Давай Комбо делать Ну, как только Встанет Я зря Наверное С луком Здесь Сражаюсь Давай-ка На шампуры Переключаемся Комбом Комбимся Комбо Наступно Сделаю Комбо Бегнул И Быстрота И А сколько Сейчас У бобра 4-4 Пока 4-4 Пока Что по защитам Нет Давай-ка Так Делаем О, таун Я достаю По этим двуму Хочу лучника Все-таки Хотя бы Частично Разгрузить Управление огнем Управление жизнью То есть Ты у нас Седьмой левел Я мог быть Седьмым Здесь В семье Просто Это было бы Значительно Проще В финалке Если был бы Седьмым Внимательный Миша Сбил Кослан Тринакон И смол Не ошибки А, я понял Я понял Это косяк Что по скорости 3.7 Теперь уже После О, фаербол уже есть Давай пока По травим Друг Давай урон Фаербол пошел Таун пошел Заморозка 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 Волшебный огонь Волшебный огонь Сумасшедший маг Там уже При смерти Товарищ один А больше ОЕшка у меня Нет Есть еще ОЕшка Ну, лучше Наверное Кулаком Тут Потому что Вероятность Повыше Все Провокация На одного Сработала Уже хорошо Тут поджигаем Этого упыря Тут бахнули С уроном Этот прибежит На него плевать Танк пришел Танк пришел в себя Бобер Бобер откастовался ХП там вообще Ни у кого нет Добиваем Зажгли Кто горит Кто горит Что происходит Сцеляющее касание Делаем На бобра Выбираем Тут Наверное Конус На троих Подействует Они горят Они кричат Ты касавал Молодец Давай тогда На вот Эту подругу ХПшечку Накинем Есть еще Минус один Ой Плохо Подруги Контроль Надо добавлять Я полагаю Оглушать Нужно Раз Пофиг Да Давай Сделаем Так И Ты тоже Наверное Хиляй ее Лучше Отстрелялась Хил на себя Этот Догорел Этого Бьем Тот Лечит Раз Стоп 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 Двадц Шампром Да Эта тьма Получше Предыдущей Получается Уже Уже Сейчас Это можно Констатировать Минус Этот И сейчас еще Огонь должен пройти Все Да Опять же Я очень Жалею Что сайт Квест Пропустил Протупил Пропустил Проверим Оружие Перчатки Алых Фурий Нет Не нужны Они мне Слишком Много Штрафов Тяжелые Видимо Какие-то Варианты И смотрим Что у нас У саппорта Дополнительное Здоровье Это Раз А здесь Открылись Уже Открылся Уже Следующий Уровень В школе Сохранения Либо мы Добавляем К управлению Жизни Тридцать Ход Времени Перезарядка Одна Минута Выставление Два Всего Дистанция Навыки Боя Что Замедление В течение 16 секунд Заключает Сферу Замедления Времени Снижается Скорость Действия Передвижения Насколько Непонятно Тут Мгновение Мира Ооо Тут Кроме Первоначального Эффекта Второго Дыхания Еще Даст 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 Плюс 20 Плюс 30 Шанс Крита Типа Чаще Будет Крит Нет Давайте Лучше Что Надежное Резурект С Неуязвимостью В 6 Секунд Хорошо Двигаемся Дальше Там Будет Еще Несколько Битв Одна Битва Проходная С двумя Буквально Людьми Второй Не совсем Таунс Раздел Провоцировали Справа Через Шифт Так Загорелись Оглушили Фаерболт Не он Не делает Фаербол Делает Фаербол У меня танк Ничего не делает Проблема Фаербол С заморозочкой Конус Хочу Попробовать Сделать Потому Что Могу Следом Еще Какой-нибудь Ауэшечку Минус Один Сейчас Будет Еще Выстрел Да И Ну Их Двое Там Человек Семь Будет Или Восемь Даже Будет Значительно Сложнее Что Здесь Опа Что Это Такое К защите От Заклинаний В течении Двух Минут Защита Воли В течении Двух Минут Глоток Прозрения Кому Нужна Защита От Заклинаний Вообще Надо Продумать Будет Тактику Мы Заходим Там Зал Можно В общем-то Кайтить Если Там Получится В первую Очередь Стараемся Подставить Нашего Танка Накидываем На него Щит Заклинания И прочее То есть Он идет Тупо Вперед Если Получится Там Кажется Скрипт Просто И так Не получится Сделать Ну да Ладно Ладно Главное Раскидай Бутыльки Все равно Назад Дороги Нет Ты Просто Берешь Бутылек Ставишь Там Кому Нибудь Из Своих Отражение Заклинаний Давай сюда Потому что Есть свободный Слот Собираем Опал Давно Началось Да нет Не очень О рыбка К быстроте В течении И кстати Быстрота То у нас Всем важна И магам И этому Рыбку Хотелось бы Так Тут Всего Три Человека Напомню Они Кастовали Аура Лечения Кислотный Дождь Вот Кислотный Дождь Мне не Нравился Я Пожалуй Пробегу Только Танком Видимо На него Да Куда Ты А Ты Вечный Огонь Я Понял Этого Отталкиваем Ты Подруга Назад Ты Кастуй Вот Так Я Не знаю Кислотный Дождь Час На кого Пойдет Вообще Да Просто По центру Я Понял Боберт Тупит Защиту Делаем Тут Врываемся Делаем Таунд Поджигаем Можно Закомбить Этого Упыря Камбин Лантри Сделает Последнее Увеличение По здоровью Сейчас Там танку Будет Доставаться Но На то Он и танк Чтобы терпеть Подсечка Срабатывает Тоже Хорошо Концентрируйся Да Стоп Подожди Нет Фигня Нет Фигня У него Точечных Нет Спылов То есть У него Либо так Либо так Ну Давай Воспоменение Бобер Пробивает Продолжаем Закидывать Танк Терпит Конечно Но Пока Справляется Я не понимаю Почему Бобер Не Ален Я Прошел Стреляем Бьем Бьем Стреляем Умер Один Работаем По второму Он Хорошо Прикует И вот Ему бы Еще Седьмой Поднять А Чтобы Поднять Седьмой Наверное Нужно Просто Навыки Апать То есть Он Должен Не Просто Бить Он Должен Там Кастовать На Себя Он А Работает Тогда И всеми Должен Вообще Творить Всякие Непотребства Причем В навыках Которые Мне Не Ну Типа Не прокачаны В школах В навыках То есть Танку Нужно Исцеление И там Защиты Кидать На себя Тебе Наверное Лучше Даже Вот Нет Надо Подойти Тоже Хиляясь Если Это Действительно Так Работает То Да Вот Управление Жизнью Единичка Надеюсь При этом Апайт Ну Увеличивается Общий Прогресс И То же Самое Делаем Лучнице Наверное Управление Огнем Может Даже Попробовать Было Как Они Кричат Душераздирающий Баф Я не уверен Что она Так Работает Но Надеюсь Что Так А Лучнице Кстати Надо Использовать Соответственно Стрельбу Обычную Потому Что У нее Бонус По XP От Луков Набили И Последнее Сражение Перед Финалочкой Свиток Вот С этой Группой Лиц Невозможность Тянуть Бой Болотная Ягода Скорость Передвижения К быстроте К уклонению Вот Болотная Ягода Очень Хороша Особенно Для Оранжевиков Болотная Ягода Потому Что Тебя Не цепляют Получается Никто Скорость Увеличивается И уклонение Увеличивается От Ранжевых Атак И Заклинаний Так Что Болотную Ягоду Нужно Действительно Брать Тем Кто На Вс С Новый Ключ Заклинания Сигил Мощи использую сидел мощи чтобы направить магическую энергию силы которая отталкивает сбивает с ног врагов мне казалось что у меня есть подобная вещь но это в сидели иллюзии находится сидел мощи заклинание уже некуда пихать 1 2 выражения есть ударный разряд дробящий урон ошеломлением на 12 секунд о е а второй вариант это просто ошеломление отталкивание конусный вариант ладно в теории в теории кому это на любом ума гранжевиком может даже вот эти подруги хотя нет у нее знаний не хватит чтобы стоит ли вообще сейчас заморачиваться и пытаться впихнуть не пихуем и в заклинание я думаю что это ошибка как раз здесь уже проверенные спала час я фактически беру новое новый ключ и пытаюсь как-то его приспособить под их нужды наверно не буду пока делать сейчас тактика идет смотрите народу тьма народу тьма но у нас то тактика какая-то само начало есть консервы да кстати пока вот есть ожидание такое можно как раз заморачиваться и накидывать базовые базовые щиты базовые защиты поехали так нет никаких таунтов для начала никаких таунтов для начала что еще массовый у нас есть а вот давай урон увеличим давай там за этого горением черт возьми комбо тут не знаю на кого там лезет сложно сказать на кого он лезет понятно теперь на кого он лезет так таун сработал на этого упыря дали пока тупят и это очень хорошо будет проще а вот это range показывается видимо нет это действие обилки они я думал что это еще range бафа показывается пробуем этого толкнуть вариант тут лечение тут хромота через shift толкнули чуть-чуть ничего страшного давай сразу за с конусом заморозку можно поставить на быстрый набор на пример убрать выпад он мне им крайне редко пользуюсь у него range не очень хороший все и здесь делаем тоже воспламенение всего двое они все на танке поэтому удачи здесь через shift я делаю ой там посмотрите 48 33 такой урон причем когда делаешь друг за дружкой у них защита от молнии вон нулевая и проходит все все что только нужно проходит управление молниями плюс молодцы молодцы сейчас бобер вообще должен добить фаерболом там все это лабуду быстрее сейчас у меня закончится огненный шар давай 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 а а а а а а вступил открыто способность за репутацию пугающее присутствие гвардия вендриенов а гнев я наконец заработал гнев у вендриенов противники минус 2 к точности минус 2 к точности минус 2 к точности здравствуйте зачем ну типа постоянно у них такой штраф к точности а здесь можно было меткость плюс 3 процента эх ах ладно теперь будет тикать постоянно вот эта штука танк получит 7 уровень это просто замечательно ну что врываемся он или не врываемся да врываемся чего ну так правда за заклинание на кд может и не стоит может и не стоит может и не стоит произойти правда ведь это просто нереально конечно же все будет хорошо о у меня озвучка еще не работает то есть опять не зашел султан год поддержал канал на сумму 100 рублей сообщает майкер приветствую житель ютуба обожаю смотреть прохождение все еще помню как ты пришел прогон подарил много положительных мод спасибо удачи на стриме спасибо тебе с ютуба приходят периодически приходят и это радостно так ну я тонком врываюсь пытаюсь завязать потом зато учу все это безобразие магом тоже пробегаю вперед и сапом тоже пробегаю вперед ой новый уровень у танка вот вот это же замечательно это просто просто прекрасно ай у меня в кд у тебя уж тем более получается в кд да да ну что же это косяк колесо времени уклонения противник можно попробовать колесо времени и узнать держись может с фаерболла тогда не давай не не давай а давай фаерболл уговорил на только защиту я хочу таун сделать таунт в кд задание обновлено штурм цитадели рейндж конечно убогий у усапа я в самую гущу захожу что просто правильно противники в области действия радиус 3 метра поехали вот так что то там происходит щит пошел а не откатилась уже давайте-ка мы лучше чуть подойдем еще готово и там что будет происходить еще разок у противников снижается все защиты очень быстро снижается скорость на 40% у союзников негативные эффекты а действия негативных приостановлены и тикать будет тоже очень хорошая комбо можно еще одну комбо способность узнать хотя нет не надо делаю таунт бобром пытаюсь пытаюсь подойти и сделать ауешечку раз ты отходишь на вторую ешечку 2 ну да только у тебя у ешечки нет только своих можешь шапнуть ну да по и ладным провокация только на одного сработало окей надо лечить подробно надо лечить подробно так ты отстрелялся да а попробую вот этого тоже заталкивать а это вокруг него такая хрень 30 секунд понятно но возвращайся тогда просто возвращайся просто возвращайся провокация сработала защиту понизили у правого я не хочу щиты кидать я хочу уже урон наносить ааааа я кажется зафайлил со способностью я перебил ее и ее перебил давай фаербол ладно надо дожидаться когда закончится действие все таки способности давай так фаерболл еще и пошел сейчас ее подлечит еще заморозки две короче нужно постараться сделать так чтобы в сражении предстоящем пацаны стояли как можно более кучно может быть даже стоит не кайтить там саппортом как я бегал вокруг столов а просто танка выставить и сосредоточиться на убийстве вот этих вот 3-4 человек которые будут находиться рядом с танком я надеюсь что они там будут находиться да понятно что там будет влетать от магов тяжело лучница сможет там по кому-то начать поработать, позажигать но тот урон который мы можем нанести вот совместно тремя товарищами танк плюс 2 мага он он очень хорош кучно под ледяную лужу надо смотреть кстати да какие там спалы будут действовать все таки режим не экспертный и у нас есть возможность понаблюдать так давай ка ты поэтому ты что делаешь давай накинь хп танк отстрелялся мак тоже свое дело сделал оглушение делаем они очень медленные под заморозкой вот это вот особенно смотрите он прыгает очень долго так чтобы нести удар так ты наверное я даже не знаю что себе делать защитную на всем вот бобер меня беспокоит бобер да вроде оглушил пробиваем дальше комбо комбо способности очень хорошие их надо грамотно вязать о воспламение откатилась все таки я отойду немного чтобы подействовало заклинание это так а прокинуть можно кого-то наверно стоит лучше хорошо танк что-то тупит один умер вроде все действуют все молодцы ай кроме кроме лучницы она сейчас стрелила одну лучницу стреляем так танк бежит так бобер должен наверное сюда сейчас лучница умрет скорее всего надо ее самостоятельно регентировать управление жизни молодец теряюсь в обилии ерича поддержал канал на сумму 199 рублей михаил на мой вкус ты последнее время в какой-то трэш играешь между прочим чем мандер x-ком 2 вышел квадриллионы донов и допов планете нужен нежен нежен герой или например короба отава вместе с уже императриза уже без подобных предложений нашествия крыш да возможно графон все дела не тот возможно было бы интересно вам посмотреть что другое но когда я слушал зрителей это было последний раз помнит я тоже не помню шаровая молния полетит перебили правда ему все все что только можно не сдается он хочет к вставать и пошла шаровая уворачиваемся от нее локи плюс один управление жизни но два седьмых два шестых будет мне к этой типа финал очки грибин минус луч и мага добиваем книга че эх страшновато немножко но я понимаю что просто мог лучше подготовиться к этому сражению значительно лучше надо не забыть что скачнуть танком там ничего хитрого вообще нет ой как разорвало его сделать обязательно привал провести последнюю ревизию по ну что последнюю последние очко в хп кидаем да последние очко в хп и смотрим что у нас есть по дефу последний выбор из двух навыков либо сокращение урона союзников на небольшом ринже или эффективность щита также есть сверху варианты лес к железу 2 2 атаки за можно взять ему стойку фалангу что я не хочу сокращение урона в непонятном ринже так что возьмем а это стойка которая подключается стоп она мне взята уже не тупи тогда получается щит эффективность щитов правильно а что дальше откроется 3 штуки мы тогда не будем не возьмем сокращение урона но опять же 3 3 метра радиус давайте щит тапнем защита у него хорошую стойку кстати надо проверить включена она вообще у него или нет не включена бас не была включена стойка минус 2 урона от оружия здесь стойка правильная включена а точность правильная привал пацаны привал щас будет грязь перерыв 2 минуты надо привал устроить мне меня просто убить щас могут понимаете убить могут от оружия и вы Смотрите, во-первых, надо сейчас проесть все сыры, муку, там, все, что есть для того, чтобы получить хотя бы небольшие, но бафы на... И это самое простое, то есть мы едим все по очереди, 300 секунд, тут все, что вынесено, это... Хотя нет, вот эту жвачку нужно под конец только выпить, или, в смысле, есть атлетика, исцеление в течении. И живучесть еще. Или исцеление все-таки танку дать. Что у него по свободным слотам? Да, давайте я ему жвачку дам. Вполне вероятно, придется ему лечиться интенсивно. Ладно, поехали. Использовать раз, использовать... Эй! А, я съел этим. Ну, бас. Использовать два. Использовать три. Использовать четыре. Когда идет? Когда идет. 15 секунд, ждем. И снова инвентарь. Быстрота раз. Сила два. Стойкость три. Возможно, стоит сейчас пропить что-то из этих двух. Стойкость. Так. Еще 15 секунд ждем. Вот, подбери. Что там было, кстати, я не увидел вообще. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но на это я, получается, потратил уже полминуты. Сейчас съем, зайду и посмотрим. Последнее пробивание брони. Раз. Живучесть. Живучесть. Давай живучесть все-таки этому дадим. Тоже нужно. Сила не понадобится тебе, да? Так. Медовуху к силе. Не, я уже не буду. Я слишком... Поехали. Все, назад дороги нет. Оттуда я не выбегу никак, не спрячусь, не скроюсь. Избежать сражения не получится. Попробую одним танком вперед. Но все подходят. Это очень плохо. Причем танк сзади. Капец. Ну что, хитроумие, знания. Знания. Опыт получили. О! Один убежал. Одного минус нули. А ну вернись. Ария кликает убегающего книгачей. Но тщетно. И о чем я только думал, когда тащил от собой трусливых песцов. Писец. Это песец. Права была Атли насчет вас всех. Так. Что вы... На что рассчитывали? Вы уже пользовались. Может мне еще бунт не привел ни к чему. Твой родич и ничего. Хочешь что-то сказать напоследок? Так, стоп. Поехали. Так, минус один. Танк проходит вперед. Все остальные отступают. Все остальные отступают. Кроме, скажем, САПа, который... Да. Так, может сразу комбо сделаем, а? Первую. Нет, комбо первую не надо пока делать. Просто пока... Атака. Что это у нас? Негативный эффект. Раз. Это как раз уклонение парирования и прочее. Что они там делают? Казнь. Двойной удар. Волшебный снаряд. Кислотный дождь. Разбегаемся, ребята. Танк вперед. Все остальные... Все остальные... Вообще лучше назад, реально. Может попробовать таунт сейчас сделать, а? Нет, таунт слишком рано. Не торопись. Можешь, кстати, даже бутылки пропить первые. Для того, чтобы пошел к Д. Не, тогда ты остановишься на доле секунды, но остановишься. Слотный дождь пошел уже. Я не вижу где. Но сейчас пойдет. Так. Магам надо щит кинуть на танка. В первую очередь. Блин, какая грязь. Вообще лучше бы сильно не разбегаться этими тремя для того, чтобы сейчас накинуть баф на урон. Кислотный дождь кастуется. Ну давай таунт тогда, учитывая то, что здесь такая просто группа лиц. Почему ты не делаешь таунт? Почему он не делает таунт? Типа остаточный удар. Делаем бонусный урон. Это раз. Ты у нас пропиваешь. Пропиваешь, скорее всего, жалящий. Раз. Бобер на развороте. Конечно, на развороте бобер кидает щит. Конечно. Никак он кинуть щит не сможет. Что сможет сделать бобер полезным? Типа надо подбегать АВЕшку делать, но это после того, как дождь пройдет. Поэтому нужно что-то рейнджовое с одной стороны или что-то бафающее. Давай пропьем что-нибудь для начала. Давай, невозможно стынуть в бой. Так, тоже пропила. Можно сделать сейчас Смерть с Небес. Первую комбо, которую завязано с... И накинуть. Вопрос только на кого? Наверное, на Лучника. Давай попробуем так. Она как раз пропила бутылек. Это раз. Бобер занят. Лязг железа пошел. Кислотный дождь пошел. Но вроде по этим не попал кислотный дождь. Но те прорываются, гады. Стоп. Лязг железа только сейчас. Начинается. Ё-моё. И они все проходят мимо. Там три милишника. Капец. Ну что, танкам можно тоже возвращаться, наверное, да? Чуть-чуть стоит вернуться. А на них действует кит? Нет, не действует кислотный дождь. Тиран противники в бою. Плюс один. Вон по выходящему с боя. Ох. Так, комбо по лучнику. Очень стремная комбо по лучникам. Я думаю, надо валить отсюда. Пофиг на кислотный дождь. Возможно, пропить что-то против... Давай так. Это баф. Они прорываются. Понимаете? Я не могу сейчас никак... Сюда нужна защита. Возможно, даже защиту ставить... Лязг железа. Не пойдет он никак. Лязг железа. Да, эти вырываются уже. Капец. Ох. Начало очень плохое. Так, комбо пошло. Бобер освободился. Он может кинуть сейчас защиту на... Подругу, которую бьют. Давай так, наверное, да? Да, попробуем. Смерть с небес пошла. Раз. 31. Отлично. Урон. Лязг железа уже не нужен. Надо его использовать вот сюда вот. Вообще там. Вероятность очень хорошая. Может, тогда и бобром пока повременить с... Можно сюда зарядить ауешечку сразу же на троих. Она зайдет. Как ни крутим. Раз. Два. 29. 28. Окей. Тут накинули баф по урону. Кидаем защиту следом. Ты, Лязг железа, все еще пытаешься сделать. А вот ты, подруга, должна, наверное, либо комбить, либо валить. Давай комбить. Вторая комбо сбиваем с ног. Пока у нас маг рядышком. Пока он не может... А нет, подожди, какое... Какой комбит? Ты только что сделал эту обилку, блин. Решил же сделать. Сделай. Что? Ты тогда на себя защиту еще кидаешь. Я не понимаю, почему стоит и тупит у нас. А, там КД очень серьезный. Есть. На двоих провокация сработала. Ес. Провокация сработала. Сейчас они пойдут назад. Правда, сейчас, получается, бобру нужно корректировать. Блин. Твою налево. Ему надо корректировать сейчас будет. Может, пока не поздно. Нет, я собью тогда. Я тогда собью. Ладно, допустим, ты первый каст зафейлил. Лязг железа сработал. Хорошо. Давай на себя баф по защите. Все равно они к тебе подойдут. Ты уже занята. Ты тоже занят. Все заняты. Обоберзг вставал. Носк вставал буквально по одному. Это какой-то фейл. Так, ты занята. Ты занят. Ты занят. По бутылкам надо еще просматривать. Я кем-то точно не юзал еще. Тобой не юзал. И надо юзнуть. А что юзнуть? Живучая сила лесом. Элементальные уроны. Скорость при движении. Быстрота. Уклонение. Быстрота. Давай-ка болотную ягоду сейчас схаваем. Так, нанесли урон. Здесь можно комбануть сейчас вдвоем. Но на самом деле хорошо было бы уже подходить и с саппортом комбить. Но это не мешает тебе. Подходи с саппортом. Вот по двоим, по троим сможешь что-то сделать. Да? Да? Как иначе-то? Можно еще затаунтить спецспособность. Но я бы оставил ее пока... Стоп! А я могу же сделать пока раскачивающуюся вот эту вот... Ну, короче, сделать спецспособность с саппортом для того, чтобы наш маг просто разогнался по скорости. Нет, маг должен кидать защиту. Так. Это раз. Это важнее. Сейчас просто на танка как минимум два человека. А то и третий, четвертый там еще подключится. Плюс они там еще что-то кастуют. Как мне разбираться вот с этим упырем? Поджигаем его. У него защита хорошая. Я бы лучше лучника добил. Зажег бы его. Тем более я спецспособность туда закинул. Так, ты у нас что делаешь? Ты пробуешь с места сначала скастовать вот этот конус. Но видим, что не достаешь. Да? А у Ешки... Не очень эффективны. Можно сделать баф. Можно подойти поближе. Подходи поближе. Оп, стоп, 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 стоп. Там можно сейчас упасть уже. Делаем так на троих раз. Это щит два. Щит кастуем. Так, хромоту можно сделать на вот этого упыря. Что у него там за пробивающий выстрел? Может попробовать увернуться от него. Он же явно сюда. Увернулся. Нео, просто нео. Или добить. Просто 50% меня очень смущает. Лучше, наверное, получнику долбить. Бутылки в КД. Ты только что сделал защиту на себя. Можно сделать еще через шип с живучестью и прочее. Потому что, ну а что еще эффективного можно такого придумать? Там урон по танку. 3, 6, 5, 1. Норм. Так, лучник добьет. Загорелось. Снятие дебафа советует, то упасть можешь. Снятие дебафа, думаете, да? Ну после щита сейчас его можно сделать. Отрицание боли, да? Да, я стою, я очень хорошо. Отрицание боли пошло. Ты стреляешь пока обычным. Ты кастуешь, ты кастуешь. Ой, скастовал, молодец. Правда, сагрил одного. На лантре у нас нет дефолтной защиты. Но может быть и не стоит пока. Пока я стою хорошо. Пока я могу еще по двоим вот по этим работать. Я, наверное, буду работать. Не хочу сглазить, но пока складывается все очень хорошо. Один сбежал, второй практически при смерти. Танк выполняет свою роль. Никаких сейфовых там в тем не использовал. То есть не воскрешал, бутыльки не тратил. Вот еще обилки есть по стиранию с записями. Выносливость, опять же, у всех доступна. То есть можно восстановить. Так, лучника добьем. Так, а кто отстрелялся, я не понял. У кого там... А, вот сбивание с ног. Я не успел эту обилку сделать. Вот это косяк. Не успел ни обилку, не успел и то сделать. Так, есть ли что-нибудь сейфов... Ну, какое сейфовое, если ты лежишь? Таунт не сделать. Просто стоим, лежим и терпим, получается. Лежим, блин, и терпим. Можно сделать баф к силе к живучести. Опять же, потому что могу, потому что танк все равно здесь сделать ничего не может. Выход из боя сработал, ок. Лучник почти мертв уже. 85, встает маг. Так, вроде прокастовывает отрицание боли. Прокастовал, да? И теперь ключевое защитить нашего сапа. Возможно, кинуть на себя стирание записей. Так заблаговременно, потому что понятное дело, что здесь все уже очень плохо будет. А можно попытаться все-таки нанести этот урон подвоим. Учитывая то, что я фуловый. Танк может стаунтить. Но пока рано. Давай к силе к живучести пока что. Так. Ты сфастовал, и сейчас фаербол, наверное, сюда нужно. По двоим всего лишь дем. А есть у тебя... Нет у тебя. Кроме фаербола у тебя ничего. То есть вспышка огненная. Или комбо сделать. Вот сейчас можно сделать комбо вокруг него. Колесо времени идеально зайдет. Потому что мы замедлим противников очень сильно как раз вокруг саппорта. И уменьшим защиту у них. Колесо времени. Давай. Лучник добивает так. А просто протакуем. А просто протакуем. Ну, где колесо времени? К силе к живучести себе. Комбо прервано. Капец. Сбиванием с ног. Но, кстати, кулдаун-то не убрался. Поэтому... А почему не сбился с ног? Есть. Колесо времени. Е-е-е-е. Понеслась. Так, один исчезает. Упырь. Лучник упал. Лучник упал. Так, я вот по этой дурочке буду стрелять теперь. Потому что по ней вероятность хорошая. И хпшечки у нее не так много. Да изи игра вообще. Чего я переживал? Можно сразу удалять. А давай так. Бобер. А давай фаербол туда же. Хорошая вероятность. А-а-а! Не торопись. Три человека сбито с ног. А-а-а! Показывает, кого она такой. Только сейчас увидел хромоту на этого, значит. К лучнику бегут. Надо будет вырубать его. Тут все еще фаербол планируется. И это тоже на лучника. Как быстро цели по... Надо саппортом вставать. Как можно быстрее бежать, чтобы действовало... Хотя вот эти двое вроде остановились. Давай-ка ты лучше по этому будешь стрелять. Потому что этот перецелился уже. Перенацелился. Что я могу? Куда-куда-куда? Стоп. Хватит. На себя сделай вот эту обилочку. Можно, кстати, пропить что-нибудь еще общеукрепляющее. Знание магии смекалка. Давай. Вот так раз. Пробежимся. Сейчас пропьем. Ослабление цели при крытии. Отличный яд изнутри. Два. Причем не прерывая текущее действие. Тут можно сделать... Ему вообще ничего не нужно. У танка вообще все хорошо. Для чистки стойкости выпью выносливость. Ну так. Просто, чтобы... Живучесть силы. Вот это можно саппорту сожрать. Сырое мясо жру. Отравился, правда, тут же. Но негативный эффект должен быть убран. Фаербол полетел. Фаербол хорошо. Заморозочкой прошел. У этого хромота. Теперь можно перенаправляться на... Как же ее звать-то? Почетный книгачей. Где она? Атли. Вот она. На Атли. Я бы добавил туда что-нибудь, учитывая, что будет еще в АОЕ. Оглушение. Хочется комбо ее знать. Пожалуй, я, наверное, полечу пока. Заморозка, ход временем. Танк лежит вообще. Не участвует абсолютно в движухе. Но благодаря вот этой вот комби прям саппорт живой. Все вообще изи. Изи. Если бы я еще прошел тут дополнительный квест, у меня были бы все тут седьмые. Еще было бы проще все. Комбы хорошие. Так. О, тут уже откатилась АОЕшечка. Может, тогда лучше так, раз, все заморожены все равно. Да, давай так. Раз. А у тебя, может, тоже тогда? Можешь вот так сделать. Защита, правда. Ну, попадаешь, зато по трем. Как они кричат. Стопэ. Хват времени, волшебный снаряд. Ну, давай поатли пока. О, я могу стаунтить, пацанов. Кто мне нужен? Вот этого нужно стаунтить. Правда, если я стаунчу, а я стаунчу, получается. Я отменил спелл. А он... А, нет, я успел скастовать его. Случайно, но успел. Вот этого таунтим просто. Сто процентной вероятности. Ну, чтобы лучница просто спокойно продолжала долбить по двум магам. Хорошо. Здесь волшебный огонь проходит с задержкой взрыв. Можно попробовать этих упырей оглушить тогда. Вероятность хорошая. И у них резисты слабенькие. Против молнии, поэтому... А, нет, подожди, ты же в комби, блин. Я опять туплю. Лечись. Да, он сработал. Там почти дохлая эта подруга. Можно ее даже без огненной стрелы добить. Хотя надежнее с огненной стрелой добить. Парированность сработала. Защита у этого товарища снижены. Мы, в принципе, можем... Теперь уже... Что мы можем? Давай просто накидывать на него, учитывая сниженные защиты. Ты озадачен, ты озадачен. Все озадачены. Молодцы. Так, ляск щитов. По этому прям... Тут, скорее всего, Атли добьем. Этот еле живой. Она горит. Я добей лучше. Вдруг не догорит. Вот так вот с оглушением. Урон. Двоим. Все. Атли горит. Сейчас еще выстрел. Надеюсь, этого хватит. Есть. Минус Атли. Далой сопротивление. Какой там урон? 22.58. Это что? Что это было? Электрошок. 28. Жертва. Стража. Наносит 52 урона. Ладно, уже не столь принципиально. Осталось всего 4 человека. И у них очень серьезные проблемы. Кто-то замедлен, кто-то горит. Делаю комбо здесь на двоих. Тут, наверное, подлечусь просто подножечком. Изи вообще. Изи гейм. Комбо не сработало. Давай на этого тогда. Все на танки пошли. Сбили. С ног. Накидываем. Сейчас лучницы. Можно отстреливать тех, у кого меньше третье здоровье. Щит можно сделать. Ну, зачем щит? Кому нужен щит? Фарбольчиком. Раз. Минус нули. Фарболл на дальних. 25, 28, 20. Удаляй. Добиваем. Добиваем, добиваем. Мы живем. Причем уверенно так живем. Класс, 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 класс. Да, все. Что? Что? Горим. Еще минус один. Ну, давайте все. Все вместе. Дружненько. Два. Так рад. Так рад просто, что... Этот бой, несмотря на проваленный квест. Бьем, бьем, бьем. Просто бьем. И все. Это простой книгачей. Смастер-писяц. Еее. Ты бы видел свои статы, они у тебя сейчас на уровне 17-20 левела. Я считаю, это минимум 50-й был левел у меня. Грязное ничтожество, говорит Таркес Арий. Как ты жив вообще? Пусть мы умрем, но на наше место придут другие. Попомните мои слова, капитан кашляет и сплевывает кровью. Убить их, убить их всех. Тут пятый глаз замечает раскиданные по всей зале трупа гвардейцев вендриетов. И крик его затухает. Вот значит как, вершитель. Следовало бы разгневаться за то, что ты не оставил мне парочку скальпов. Впрочем, ты сэкономил нам время. Благодарю. Придать союз можно? Ох. Вот это поворот. А что будет, если я придам союз? Во-первых, от меня может это фуга. Хотя фуга изменит отношения. Скорее всего, у нас комбо не будет. Для меня было честью поспособствовать победе лесом. Уверен, твой архонт будет доволен, что я сделал за тебя твою работу. Блин. Я не хочу, читал, сжигать мосты. Это первый, но далеко на последнюю землю, которую ты можешь лично себе захватывать. Норм все люди с тобой останутся. Давайте, предаем союз. Предать союз. А теперь вы, значит, здесь? Я с кровью отбил зал вознесения. Это место, шпиль, долина. Все они теперь мои. Исчезните с глаз долой. Капитан тихо смеется, захлебываясь кровью между преступлением кашля. Пешки Кайроса делят победу. Восхитительно. Узбогвозья, вершитель. Алый гор тебе не враг. Но, судя по твоим словам, ты жаждешь это исправить. В чем твоя проблема, скажи мне? Прошу меня извинить, проклятый день тяжело. Давно пора. Я хочу, чтобы вершителю порубили на пять частей или больше в атаку. О-о-о-о. Против пятого глаза сейчас будем сражаться. А я же еще не передохнул. Хотя на мне бафы с другой стороны еще живут. Член Орды, певчик крови Значит, в тебя пошел Ой, страх там пошел Ой-ой-ой-ой, надо разбегаться Надо разбегаться, танк пошел Просто разбегаемся, парни Потому что страх это Не просто так Тихо-тихо-тихо-тихо Блин, ну бобер Так, ладно, саппорт у нас Слишком далеко отступил Пробуем завязать Да куда ты, блин, я с тебя назад Извините, пожалуйста Начало вообще аховое А у меня еще комбы нет Ну, есть одна комба А, нет, вторая комба тоже есть Между боями Те, что между боями откатились благополучно Этот бежит над того И этот Непонятно, на кого страх кидает Зато как настоящий тиран Прям видно Ну я вообще за хор Поэтому Поэтому Хаос Сеем Это в их стиле Вообще можно негативный эффект Сейчас сразу Сставать Отрицание боли Но хотя нет Нет, 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 нет Вот кто по мне атакует? Никто по мне не атакует А что ты тогда Мечешься? Уже от страха ты не уйдешь Поэтому давай Работай Ё-моё Ну так ты не сможешь Что ты сможешь? Как ты сможешь? Скажи мне Ну а прокинуть сможешь? Закомбить Нет, закомбить ты не сможешь А комбы еще какие есть У меня из Таунт можно сделать И сразу вырубить А давай реально Вот на этого комбы сделаем Защиты снимем С него И от лучницы отвадим Здесь можно кинуть ХПшечку Пошла стрела Бутылек я пропил Вот этот А нет, он еще работает Нифига себе Та битва прошла буквально за полторы минуты Если в сухом остатке посмотреть Этот стаунтится Этот правда гад идет Я его никак не останавливаю Да? Продолжаем стрелять Тогда что ж тут поделать Горение Провокация срабатывает Хорошо Этого мы Сейчас нужно на нем сосредоточить Огонь Всеми кроме Да Всеми кроме Да Так, горим Горим Это тот же бытал Сделать вот такой Постреливаем Тут концентрируем удар На этом упоре Раз И тут Делаем Бонусный урон Подбегай, подбегай, Вась Ничего себе У него там какие Ходы есть У него ауешечка Я бы Бобром-то Немножко Кровотечение еще Может отрицание боли Сделаем кровотечение Хоть снимем Не успеваем А где Таунт, алло Может лучше Хильнешь Этого товарища Там-то фуга Работает Работает Ну хорошо, что отошел Ок-ок-ок-ок-ок Таунт Не буду лечиться Тогда Здесь я правда Баф не Не соберу Потому что тогда Лучше Реген сделать А не баф Да, наверное Так лучше Продолжай стрелять Друг О, таунт Сработал Хорошо А вот сейчас Заливаем Фаерболы Фаерболы Не, не фаерболы Вот так лучше Сделать Даже поближе Подойти Пофиг Что там Фаербол Ты стреляешь Ты лечишь Ты с таунтом Молодец Готов? Чуть-чуть Не достаю Ну, чуть-чуть Подойди Можно Нельзя Можно Сейчас по троим Раз Я бы даже Зарядил этим Тоже Ауешечком По троим Два Идеальный момент Но после Хила только Через шип Делаем А вот ты Кстати Можешь уже Лечить Давай Теперь Ты делаешь Тоже Ауе По троим Два Сейчас Ауе За Залетит Тот Еле-еле Он горит У него там ХД Его перебивают Но он все-таки Кастует Фаербол Я вижу Но я Кастую по троим Там 6 4 4 33 Тут 9 29 И второй Сейчас Залетит А Бобер Наверное Еще Фаерболь Вот так Сделает Второй Сейчас Залетает От Саппорта Такой же Выстрел Дикий И Искуг Срабатывает На танка Второй Залетает И Есть Еще Конус Огня Который Хорошо Было Б Использовать Да Несколько Под Другим Углом Все Ок Огненный Шар Тут Работаем 85 Танк Освободился Куда Фаербол Маг Падает Тут Отталкиваем Тоже Задышали Все Наверное Можно Просто Пострелять Вот В Этого Например Получился Подтупливает Комбить Пока Не буду Там Кулаком Оттолкнула Потом Уже Закомлю Хотя Может Не понадобится Уже Комбить Может Она Его Сейчас В Него Выстрелят И Все Уж Лучше Этого Наверное Почти 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 Ай Хиль Новый Не Пот Это Это Раз Комбо Два Танк Атакует А он Умер Что он Делает Он Присел Видимо Поговорить Еще Хочет Перед Смерти Ха 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 Да События Развиваются Стремительно Всем Бобра Пишет Хакер Добрый Вечер Хакер Ну Что Отряд Получил Отвращение Грохот и Безумие Боя Наконец Стихают На какой-то Миг В зале А почему Та сидит Блондиночка Я же Емин уснул На какой-то Миг В зале Вознесения Наступает Тишина Гнев Увеличивается Отличный Шаг По предательству Со всеми Отношения Испортил Несмотря на Раны Ари смеется Она держится За живот Кровь Струится У нее Меж пальцев Ты уничтожил Нас Отдал Ярусы Под власть Кайроса Бандиты И шлюхи Надеюсь Вы подавитесь Этой победой Пятый глаз Говорит А ведь Голоса Нерата Предупреждал Никогда Командир Осекается Закашливаешь Приподнимая Маску Чтобы сплюнуть На пол Выбитые зубы Не доверяясь Служителям Закона Даже если я сдохну Знай Что хор Заставит тебя Платить За предательство Эх На этих словах Нескончаемое Жгучее гудение Заполнявшее Вашу голову Много дней подряд Внезапно стихает Вы вновь Обретаете Спокойствие Как до провозглашения Эдиктов В колодце Вендриену Я заявляю Свои права На зал Вознесения Пора покончить С этим Эдиктом Эдикт Кайрос На этом должен Прекратить Своё действие Ну в общем-то Как бы Я заявляю Право Вы ощущаете Толчок В грудь Покруг вас Формируется Кокон Теплой Энергии И внезапно Вы чувствуете Что становитесь Легче воздуха Ачивочка Поверитель Вознесения Акт первый Пройден Очень круто Больше взрывов Это мой трон Я победитель огня Лут По мере применения Навыка Опыт растет И используется Принадлежит До следующего количества Еще ачивка Устрашающий Поздравляю Ты прошел обучение Спасибо Немного осталось Я думаю Горный шпиль Это шпиль Моргая Вы убираете Последние светящиеся Следы перед глазами А на месте Каменной кладки Зала Вознесения Возникает Широкое пространство Открытое Во всех направлениях За исключением Древних камней Под ногами Сильные ветра Дергают вас Пытаясь сбить с ног Воздушный Прохладный А воздух Прохладный И разряженный Дышать им Неприятно Лантри говорит Ведь это Он смотрит на Горизонт Широко раскрыв Глаза от возбуждения Да Это точно шпиль Когда же В последний раз Он опускает Взгляд за край Ошарашенный Ошарашенный Высотой Он отходит назад Кажется Меня сейчас Стошнет Фуга Эта перемена Однозначна Ветер топорщит Перев В ее Ветер топорщит Перев В ее волосах И фуга Быстро их Приглаживает И очень Блин Холодная перемена Она заглядывает За край Как думаешь У меня получится Приземлиться На ноги Если я спрыгну Конечно Долго Я бы после этого Все равно не прожила Карас милостивый Что теперь Говорит Барик Он крутится По сторонам Осматриваясь Пытаясь увидеть Как можно больше Через свои Через узкие щели Своего шлем Со всех сторон Куда бы вы не посмотрели Виднеется Далекий горизонт С очертаниями гор Реки И лес Внизу вызывают В памяти карты Колодца Вендриенов Вы быстро находите Матани Ну или Матани Иренев И многочисленные Водоемы региона Вы действительно Находитесь На шпиле Колодца Вендриенов Который оказался Выше Чем вы представляли Как мы казались Так высоко Ари пытается Подняться Держась за бок Пятый глаз Все еще жив Не рад Помоги мне Кто-нибудь Пятый глаз Соглядывается По сторонам Пошатываясь От сильных ветров Это какое-то Наваждение Эдикта больше нет И кажется Мы живы Лантри пожимает Плечами Мы все почувствовали Как его не стало Уверен Солдаты внизу Тоже это чувствуют И Архонты тоже Я заявляю Своё право На это шпиль Бах Как скажешь Хотя я боюсь Что эти слова Несут Больший вес Эти слова Несут Больший вес В суде Тунана Чем здесь Пятый глаз По-детски Проводит Руковом Руковом По носу Своей маски Уверен Уверен Голоса Нерата Узнали Все твои мысли Когда поглотит Узнает Пардон Все твои мысли Когда поглотит Твой разум Но я с удовольствием Передам последние слова Злого верлоломного Вершителя Судеб Он оглядывается Если смогу покинуть Эту высотную тюрьму Так Пройди через этот портал Передай голосам И сообщение Если тебе так не терпится Передать мои слова Твой труп Донесет их до армии А давай с трупом Ты не посмеешь Пятый глаз Выставляет перед собой руку Закрываясь от вас Я сдался Я твой пленный И ты как Так спокойно Собираешься убить Ценного слугу владыки Написать заявление Вступление во владение Сказать лантре Запиши под диктовку А впрочем Пошли сообщение через портал Под диктовочку лантре Если ты на этом настаиваешь В одной руке у лантре Оказывается перо В другой пергамент И он беглым почерком Записывает ваше заявление О вступлении во владение Закончив Он потягивает Протягивает вам Лист С угрюмым выражением на лице Опущу замещание о том Что хотел бы Чтобы мои действия На что-то влияли Ты не посмеешь Пятый глаз Выставляет перед собой руку Закрываясь от вас Я сдался Я твой пленный Это уже было Засунуть записку ему В рукавицу Столкнуть с краем Это спарта Ребята Это спарта Уху Эффектно Выше облаков Там такой ветер Наверное Дикий Стоять Крайне Неприятно Резкий виск Это Это Тирания А я не рассчитывал Я не достойна Твоего милосердия Ну что же Ты можешь меня пощадить Слушайте Возьмем эту Новенькую Молоденькую Ну как принято У алого хора Конечно мы с алым хором Уже отношения прервали Но некоторые традиции Можно перенести Пусть побудет рабыней Казнить ее опять Но обещаю Хорошо послужить тебе Если ты меня пощадишь Топовые говорят Да я слышал Надо ее брать Проверить Что из себя представляет Служи мне верно И я смогу все простить Почему я должен тебе верить У моего милосердия Есть цена Опа Давай Что остановит твою руку Если не мое служение Если тебе нужно богатство То в разных частях ярусов Я спрятал немало сокровищ Я могу привести тебя к ним Твой посох Дай мне его Мне нужны знания Заклинатели перелива Во Раскрыть наши секреты Приспешникам Кайроса Атли опускает вниз глаза И задумчиво пожевывает язык На то чтобы научить тебя Уйдут долгие годы У меня есть такое предложение Пощади меня И я помогу найти тебе Гримуар моего учителя Договорились? Научи меня Тому что знаешь Или умри Твой посох Твой посох Дай мне его Страх увеличивается Мне легче будет Отдать свою руку Она протягивает свой Притягивает свой посох Поближе Сжимая его обеими руками Мой посох Погрузится в магический сон Если нас разлучить Я скорее разломаю его пополам И уничтожу собственными руками Поклянись Тогда мне в верности Я Атли Из заклинателей приливов Настоящим присягаю Своей жизнью В верности тебе О повелитель огня Она склоняется В коротком поклоне И смотрит вам в глаза С дрожащей улыбкой На губах Я буду служить И подчиняться тебе До тех пор Пока не буду освобеждена От этих обязательств Нормально Ееееее Нет мест? What? Пока меняем на учницу Потому что как бы Хотя на самом деле Саппорт Зачем мне саппорт? Все умеют лечить У нее только баф на урон Который мы сами можем изучить А эта подруга дает Хороший дамаг Давайте сделаем так Лантри Удачи Колодец Вендриена Впал во второй раз С начала завоевания Однако Последовавших событий Не ожидал никто Из стратегов Кайроса Вы захватили Зал Вознесения Предав ваших союзников Из алого хора И внеся окончательные Сметения В их беспорядочные планы Голоса нерата Громко хохотал Над вашей Сумасбродной Выходкой Но Это не помешает Ему убить вас В назидание остальным Несмотря на то Что вы более Не подчиняетесь Приказам владыки Да ладно Серьезно? Ваши действия Довлетворили Условия его Безжалостного Эдикта Когда стало известно Что оглашенный им Смертный приговор Миновал вас И Всей его армии На долине Нависла угроза Гражданской войны Между архонтами Каэросом Да Кстати Они же все еще Более не опасаясь Ужасной гибели Армии Владыки Прекратили осаду И обернулись Друг против друга Возраставшие На протяжении Долгого времени Напряжение Вырвалось наружу Когда солдаты Опальных И ватаге Алого хора Схлестнулись В безжалостной И беспощадной Схватке Голоса нерата Бежал в каменное море Вместе со своими Со своими Командующими Воевать с опальными Остались только Его армия Призванных Новобранцев Так что они Могут сделать Прежде чем конфликт Привел к новой Волне смертей Грейвен Аше И его легион Опальных Свернули свой лагерь И отступили в крепость Возле могилы клинков Обе армии Оказались вынуждены Отступать от шпиля Неприступного оплота Вашей неоспоримой власти Вам не нужно Подниматься На его вершину Чтобы почувствовать Кипящую ненависть Переполняющую архонтов Прошло несколько дней Лекари перевязали раненых И позаботились Об увеченных Вы осмотрели Доставшуюся вам Странную крепость И посвятили Немало времени Обдумыванию Своего следующего шага По мере того Как распространялись Слухи о том Что алый хор И опальные Стали враждовать Фракции Которые раньше Были готовы Преклонить колено Решили вместо этого Продолжить сопротивление Междуусобица архонтов Привела к провалу Нападение Кайроса Тунан Архон правосудия Узнал о творящемся Хаосе Охватившем Подвластные ему земли Он призвал Своего вершителя Субди Вернуться в зал Суда В городе Бастарде И держать перед ним Ответ За случившиеся Возле колодца Вендриенов То есть мы Сейчас возвращаемся С верхушки Шпилев Различаете Далекие очертания Колодца Вендриенов И гор за ним Несколько Малозаметных Изогнутых линий Фиолетового красного цвета Отмечают путь Отступления Войск Кайроса Фуга Не сомневаюсь Что Тунан Ну и так известно Что между архонтами Нет согласия Но ты Его глаза и уши Так стоит ли ждать Пока он Сам позовет тебя Так и есть Ой Головокружительный поток энергии Исходящий от шпиля Иссекает Сила Сила Которая Пробудила Его Слабеет И затухает Остается Только слабое Жужжание От скульптуры В центре Площадки Низкий Голод Необычная Скульптура Пульсирует Она растает Словно хочет Привлечь Ваше внимание Так Открыта Способность За репутацию Утечка силы Ооо Гнев Вендриенов Максимальный А тут Минус 6 Уже к точности Неплохо Утечка силы Противники Минус стойкость Минус искусность Минус сила Конусом 45 секунд КД 5 метров Неплохо И тут История Еще Принятие Решения Очень прикольно Ооо Улучшение Шпиля Еще открыто Ё-моё Железный Слиток Можно было Оставить Торговец С широким Ассортиментом Товара Короче Хотя Нет По десяточке Дорого Тренер Который Обучает Безжалостным Атакам Парирование Уклонение Хитроумию Мне бы Знание На самом деле Метательное оружие Одноручное оружие Так может мне торговцы сначала Возьмем торговцы Просто для того Чтобы получить бабло Безоружное Хитроумие Межли Знания Нет Уникальные Предметы Столько Базовые Вещи Так Давайте Посмотрим Что из себя Пресонаж Представ Представляет То есть Сила И Смекалка Что По Инвентарю Отвращение Дуручное оружие Что-то новое Видимо это лут Как раз Гребень волны Заморозочка есть Прикрит попадание Оружием Противники Замораживаются В течении Да Гребень волны Хорош Так А по Навыкам Управление Приливами 52 Могильный Свет И Молнии Она В трех Школах Молодец За Удых Шпили Дает Бонус Плюс 5 К навыкам Волшебный Посох Так Приливы Могильный Свет Собственно Две Школы У нее Вода Ледяной Урон Отталкивание Ох Надо сейчас Не накосячить Правильную Правильную Ветку Выбрать Давайте Попробуем Сначала Понять Что Что Дает Дает Приливы Бонусный Ледяной Урон Ударов За базовую Атаку 2 До получения Урона Время Восстановления Минус 20 До получения Урона Это очень Хорошая Пассивочка Незамытненный Разум Просто Ну она Правда С руки Будет Бить Но Уменьшается Еще Вылечивается Скорость Каста Короче говоря Хорошая Штука Давай Со вторым Левелом Закончим С первым Сначала Сначала Сокращение Длительности Вражеских Воздействий До 80% Пассивочка Ничего Себя Объятие Матери Захлебывание Периодически Чистый Урон Мне уже Нравятся Приливы Прям Крутотенечко Отталкивающая Волна Отталкивание Ледяной Урон Очищение Воды Случайно Негативный Эффект Но Зачем Если Волшебный Посох Лесом Область Действия 20% Способности Дыхания Матери Противники Минус Воля Минус Точность Союзники Хитра Умея Ладно Стремительный Поток Ледяной Урон Обездвиживание На 5 секунд Контроль В общем Контроль Это Грейт Потока Какого-то Захлебывание Еще Не дает Произносить Заклинание Стоп Этип Статус Да Ладно Без крови Ткани Цели Вода Резко Покидает Тело Противника На значительный Урон Нанеся Нанося Сокращает Продолжительность Вот эти Хорошие Темы Особенно На Без Сейвов Играть Очень полезная Штука Сокращает Действие Негативных Эффектов На 80% Добрый вечер Пузырь С водой Медленно Захлебывается Не дает Произносить Заклинание Вообще Ох Густой Туман Снижающий Точность Атак Противника Дающий Хитрость Обездвиживание Отталкивание Ладно Приблизительно А в конце Что у нас Отталкивающее Кольцо Создает Кольцо Воды Отталкивающее Всех Ближайших Противников На достаточное Расстояние Ледяной Урон И прочее Если мы Могильный Свет Берем Волшебный Снаряд Миселя Посылает Заряженную Магию Стрелу Рикошетит Поблизости Противников Четыре Противника Рикошет Магический Урон Неплохо Зов Тератуса Поднимается Воздух Шевыряет На землю На себя Дробящий Урон Хороший Дробящий Дистанция Приличная Могильный Удар Все противники Каждый Противник Оказавшийся В конусе Взрывается Во вспышке Могильного Света Получает Магический Урон Часть Здоровья Атли Переходит Вампирик Такой Да Плюс Два К броне Лесом Четыре Броня К лесом Тоже Защита Магии Тоже Не нужна Наверное Присутствие Атли Пугает Ближайших Ну Радиус Сего Три Метра Так что Не очень Учитель Рун Двадцать Процентов Опыта Ой 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 Это Такая Имба Ее Можно В такого Мага Элементального Выкачать Ну Избыточность Это Высокая Но даже На три Школы Будет Очень Круто Взять Учителя Рун Никто Мне конечно Не запрещает В две Пойти Мне не хватит Навыков Заклинания Знания И мне Больше Нравится Все таки Приливы Пока что То есть Негативные Эффекты Раз Захлебывание На полминуты Маг Выключается Просто Сразу Два Возможно Незамутненный Разум Два Удара Спосоха И Увеличенная Скорость Каста Три Может Реально В две Школы Пойти И Там Там Ж Хай Левельные Заклинания Нет Давай Ты Все таки Поприльем Случайный Негативный Эффект У меня есть У главного Героя Подобная Штука Урон Посоха Не нужен Поэтому Я беру Пока что Отталкивающую Волну Ледяной Урон Обездвиживание Отталкивание Конус Хорошо Мне нужно Выбрать Что там Ледяной Урон Плюс Десяточка Нет Это Ерунда Можно Урон Посоху Как раз Потому что Мы Стреляем Два Раза И 30% Можно Вытянуть В конце Но Это Такая Билка Пассивная То есть Она Не Завязана На Кастах Может Тогда В ярость Стихий Электрический Ледяной Нет Вряд ли Она И Союзники Еще Что Она Что За Ульт Могильного Света Использует Могильный Свет Для Телепортации По полю Боя Оказавшиеся Рядом С ней Враги Получают Урон От Могильного Света Вытягивают Из Жизни Дикая Вещь А Учитель Рун Всей Пати Вот Она Ее Союзники Получают Больше Опыта Все До Свидания Могильный Свет Водовым Жесть Но Это Мне Нужно Элементальному Там 20 Ох Так Хорошо Миссили Взяли Броня Лесом Могильный Удар Вытягивание Раз Поднимается Воздух Дробящий Урон 2 Учитель Рун Оп Урон От Могильного Света Ночи Плюс 10% Пассивочка Испуг Рейндж Мне не очень Понравился Защита Магии Так Себе Тоже Что Дальше Будет Поиспугу Не Будет Ничего Поиспугу Хотя Это Знаете Может Дать Контроль Ей Просто Проверка По Воле Просто От нее Главные Будут Убегать Или Все Таки Управление Могильным Светом Для Да Давайте Урон Могильный Свет Нет Уже Нет Уже Свободных Лунная Дорожка Управление Могильным Уроны В ночное время Тут пропорционально растет Больше нечего брать Да Очень интересный персонаж То есть Перспективы Так Торговец Пока на этом все Я думал торговец появится Торговца нет Я не почувствовал ее способность за репутацию Тебе тоже понравилось Способность за репутацию Поговори с Атлим Верность хорошая Привет тебе Вершитель судьбы Надо посмотреть Какой у нас комбас С ней Я не должен Называть себя Повелителем Колодцев Вендриенов Королем Шпиля Повелителем Огня Принцем Принцем Призывно Торчащих Вертикальных Глыб Повелителя Огня Будет Достаточно Могу я поинтересоваться Что у тебя в планах Эдикт Больше над головой Не на веса Это завоевание Кайроса Яроса Больше скатывается Гражданской войне Я импровизирую Есть предложение Во-первых Предлагаю построить Достаточно прочное судно И рискнуть Свалить От Кайроса По морю Отлично Второе предложение Практичнее Посмотри на горизонт И немного подними взгляд Да, я о других шпилях Надо узнать Что находится На их вершинах Иначе это сделает Кто-то другой Что ты знаешь О этих шпилях Оказалось мало чего В меню всегда были Просто навигационными точками Много чего можно Триангулировать Если у тебя есть Секстант И пара шпилей В пределах видимости Опальный и алый хор Все приспешники Владыки Падут Давайте Давим Верность увеличивается А не слишком ли ты дерзкий? Где была эта ненависть К прислужникам Кайроса Несколько лет назад? Похоже, тебе не терпится Напасть на прежних Своих союзников Впрочем, не мне судить Я думаю, что разумнее всего Ловить Ветра перемен Так Я сокрушу местное сопротивление Завершу завоевание Это вряд ли В первую очередь Мне нужно поговорить с Туном Советую сделать это На данный момент Все Если не считать Туна Отдающего тебе приказы Выполнить которые Надо под страхом смерти Ты можешь себе позволить Действовать так Как хочешь сам Хотя опальные Скорее всего Придут за тобой Благодарю тебя Твоя помощь Будет неоценима И благодарна Что не валяюсь Кровавыми ошметками В колодце Вендриянов Уверена Жизнь по твоим знаменам Будет весьма занятна Но посмотреть Какие у нас Комбо-ломбы с ней Есть минутка Продолжим разговор Текущие дела До сих пор Поражаюсь тому Что мы побежали Эдикт казни Тепор может быть Превосходит нас числом Опальный день Это дня Становится все агрессивнее Но мы уже пережили Свой отлив И ныне борьба Идет нам на пользу О чем-нибудь другом Несколько вопросов Поговорим о магии Ты знаешь Обычно я требую оплаты Но для тебя Она улыбается Ожидая вопросов Что мне интересно Погибель О погибели Все что я знаю В основном взято Из трудов мастера Кэмберила И довольно таки Убийственного опыта Приближения к старым стенам Насколько я понимаю Погибель и часть Магической воли Обладающая некоторой Собственной жизнью Я думаю что Они гнездятся И размножаются В старых стенах Это единственное место Где гарантированно Можно найти Наша магия Привлекает По гибели Это то что я Знаю не понаслышке Моя личная теория Стоит в том Что они питаются магией Так что наши заклинания Приглашают их К обеду Давай расскажи О традициях Очень личная Древний дар Прилив Скорее останусь Да Научи мне Чему-нибудь полезному Научить Магону не стану Умрут со мной Я приказываю Ты можешь приказать Мне идти в бой Блин Что ты за это хочешь Бьющееся сердце Лантри В оправе Из миленького Браслета Сплетенного Из его бороды И мы поговорим Лантри Слушай Я весь в процессе Познания Это ерунда Какая-то Лантри Замочить Я соглашусь На отрезанную Башку Кайроса Но если что-то Случится с тобой Забудь о моем вопросе Не научили Меня Не научили Ну пробуем Расположение вернуть О Знание 3 Так Простите Что я не все читаю Страх или доверие Нужно Понятно Что у нас с ней По отношениям Атли О Комбо-способность Здравствуйте Поднимает Атли Отряд В небо Атли Излучает Лунный Свет Исцеляющий Союзников Вносящий Урон Противникам Союзников Нельзя Атаковать В бежнем Бою Вершитель Помогает Атли Подняться В воздух Окружает Лунный Свет Использует Свою Магию Она Поднимает Воздух Остальной Отряд От нее Начинает Волнами Исходить Лунный Свет Какой-то Сейлэр Мун Он Наносит Магический Урон Противникам Исцеляет Союзников Находящиеся Воздух Не могут Перемещаться Их нельзя Атаковать В ближнем Бою Глушить Или Сбить С ног Она И верна И боится Немножко Такая Вот Комба На весь Экран Ясненько Ладно Давайте Двигаться Дальше Ох Ох Что Это Такое При более тщательном рассмотрении перед глазами Предстает серия символов Высеченные у основания конструкции Один из символов пульсирует бело-голубым светом Характер свечения напоминает о сияющих линиях света Которые вы видели на полу зала вознесения за мгновение До того, как оказались над облаками Пока вы смотрите на символы, холодный ветер стихает А ваша грудь наполняется теплом Наконец воздух становится приятным И легкие наконец насыщаются Ты заявил право на башню и все, что в ней находится Эта скульптура принадлежит тебе Чем бы она ни была Я чувствую, какая сила пронизывает это место Атли оглядывается вокруг И наконец переводит взгляд к предмету в центре Магию шпиля можно ощутить даже снизу Но здесь, наверху, у самого сосредоточия Ее напор просто ошеломляет У меня голова кружится А у тебя? Барик потирает лоб своего шлема Из-за чего по залу разносится громкий скрежет металла Коснуться скульптуры Камень гладкий и прохладный на ощупь Мраморные узоры следуют за изгибами скульптуры Из-за чего больше похоже на вены, чем на неоднородности камня Вам не удается найти ни одного следа резца мастера Уже собираясь отвести палец, вы внезапно чувствуете ответное давление на его кончик Скульптура касается вас в ответ Скульптура снова замирает По вашему телу проходят волны тепла Заряд расслабленности, который восстанавливает ваше равновесие На ваш разум обрушивается сквал Шквал 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 Осязательных ощущений Вы чувствуете шаги и ветер Но не лицом или руками Мгновение спустя этот поток информации начинает приобретать смысл Вы чувствуете ветер, обдувающий шпиль И даже давление собственных подошв Словно шпиль стал вашим вторым позвоночником Когда образуется эта связь, вы чувствуете, как ваше сознание уносится прочь от того места, где вы находитесь Оно не отправляется в путешествие, а одним мигом оказывается где-то непостижимо высоко над миром В это мгновение нет ничего, что может скрыться от вашего взгляда Но все это вы видите практически одновременно в виде сплошного потока ощущений, в котором сложно разобраться Вы видите шпиль на пересечении древней каменной конструкции Двух уходящих вдаль стен У основания этого векового шпиля поселенцы и торговцы ведут себя совершенно обыденно Трудясь под присмотром немалосердных надзирателей Когда тень шпиля падает Шпиля Падает на них Настрой меняется Поселенцы тревожно замирают и поднимают взгляды к небу К вам Некоторые из лиц, которые смотрят на вас, кажутся вам знакомыми И вы узнаете, что это распутили Тианы Кстати Что мы там сделали? Ну тут просто история Где вы служили во время войны Возле этого поселения, построенного у пересечения древних стен Вы видите брешь в кладке из массивных камней Щель, через которую можно заглянуть в запретные тайные чертоги старых стен Ближе к шпилям Шпиль чем-то похож на тот, который вы теперь занимаете Но он не излучает магическую жизненную энергию А издает затхлый запах пыли и рассыпающегося камня Сыхающая ветка, отломанная от дерева Он едва ощутимо тянется к вам Так Тени поглощают вас Заглушая После небольшой задержки все звуки и зрения Вы ощущаете какую-то неправильность, извращенность Похоже, здесь та неизвестная магическая сила Которая позволяет вашему сознанию парить отдельно от тела Дает сбой В каменных залах обитают размытые фигуры Парящие облака тумана, когтей и клыков Они не обращают на вас никакого внимания Но вам все равно страшно Самый нижний зал в глубинах этого запретного места залит светом Пол освещен магическими символами Когда вы пытаетесь рассмотреть его внимательно, ваши глаза пронизывают боль С мягким рывком ваше внимание переносится на новый горизонт Хотя вы не сразу понимаете, что это колодец вендриенов К вам возвращается осознание вашего непосредственного окружения От этого перехода вы едва удерживаетесь на ногах Взаимодействие между вами и шпилем ослабевает Магическая связь остается, но мистические энергии пока что не затухают Ваши тела заполняют радостное возбуждение и усталость Укрепляет ли вас мистическая связь или выкачивает силы неясно Башня не дает никаких объяснений И вы знаете, что ответом на любые вопросы будет только загадочное молчание Ощущения нахлынули и схлынули Но вы по-прежнему помните расположение всех других шпилей Со всего наблюдательного поста на верхушке горного шпиля Вы без труда можете различить каждую из этих загадочных построек Возвышающихся над всеми окрестностями То есть можем отсюда телепортироваться, получается, к другим шпилям Странно Атли скручивает пальцы и быстро рисует сидел в воздухе Затем изучает его исчезающее очертание Магия этого места реагирует на тебя Портал, жаровни, они оживляются при твоем приближении Фуга Прежде чем мы начнем делать поспешные выводы Хочу напомнить, что ты завершил Эдикт Кайросом Это дело немаленькое Может твоя связь с этим местом имеет к этому какое-то отношение? В любом случае для решения этой задачи нужен магический склад ума Это варвара мне говорит вообще Магический склад ума Так, исследовать шпиль и найти путь к шпилю на распутье Литиана We'll do, we'll do Поехали Опа Я наверху Зал Вознесения, Цитадель Колодца А если Global Map Офигеть Ну и сейчас вот в колодце Вендриенов Можно идти в два места Шпиль заката Или город Бастард Это вся карта, судя по всему Классно выполнена, конечно Так, а если я выберу Мне нужно вообще вернуться Там в зале Вознесения лут Короче, я вот сюда вот Перейду сначала Я не полутал там Послание пришло Бастард это к начальнику на отчет Надо в правильном порядке проходить Хотя бы для того, чтобы не было серьезной разницы По уровню в кустах Что если пойду куда-нибудь, не туда Ну, вон лут Перчатка В результате у нас новый герой У нас открыта карта Так, а тут Может эти О, тут новый лут Смотрите, как он Ого! Бронзовый слиток и железный слиток Найс И тут убрали еще ограждение Тренировочная площадка Покрыта пятнами крови Курсанты Гвардии Вендриэнов Бла-бла-бла Даже мой дом Давайте полутаем дом Чертеж кинжала Чаша чертежа Позволяющая выковать мощное оружие Однако, чтобы восстановить чертеж Целиком Нужно провести дополнительные исследования Можете это сделать Обладать доступом В библиотеке шпилей Нужным материалом Сейчас я смотрю Если он там еще не взял Лутецкий в комнате Ты статы нового героя не апнул? Да, статы нового героя не апнул Если мы могильный свет берем Да, нам нужна сила заклинания Скорее всего И точность Это то, что влияет Она прям на силу Ну я взял, да, на силу заклинаний И там А что по точности? Навыки магии Сколько мне Единичка прибавит? Единичка и прибавит На силу заклинаний Надо апоте ей просто Наверное Я боюсь сразу скидывать массу всего Сейчас бы мутку заказать Да, в шпиле эта мутка нужна Так, голос Кайроса Отправиться в суд Тревожное видение Найти путь к шпилю Путь к власти Прочесть послание Нам послание пришло Удар в темноте Малыш У тебя серьезные проблемы Но хотелось бы понять Было ли это предательством Или оплошностью В полубое Все смешивается И интуиция может подвести Должен признать Конечно, мало у кого возникнут сомнения Что он или она Быстро превратится В теплое пятно на земле Если решить сражаться И с противниками И союзниками одновременно Тебя спасло лишь Пробуждение шпиля На послание еще отвечать Нужно точно Вон ответы Класс Что поставило в тупик Даже Адюдикатора Но если ты снова Проявишь непокорность По отношению к владыке То у суда не будет Иного выбора Кроме как Так же открыто тебя осудить Советую вести себя осторожней Если действительно Хочешь находиться В числе избранных На чьей стороне справедливость Путь, на который ты ступил Это путь Тьмы и смерти Будешь ли ты держаться Ближе к свету Или к теням Как говорят Выбери правильно А то я буду вынужден Убить тебя Как убивал Несчетное количество Злопыхателей И архонтов до этого Тебе понятным? Это архонт теней Клинок суда Бледен Марк Однако К твоему счастью Ты будучи представителем суда Все еще имеешь шанс На искупление Твое самоуправство Внесло разногласия В наше завоевание И рассорил наших союзников Если тебя поймает Кто-то из них То они привлекут К тебя к ответственности Без промедления Наказание Вне всякого сомнения Придумаю для тебя Интересное Приходи к соглашению С Аше Или не ратом Я все же Приходи К соглашению Я все же не думаю Что ты настолько глуп Что хочешь Чтобы у тебя остался Лишь пепел Медлить не советую Если хочешь Немного продлить себе жизнь Поддержать послание Над Пламенем свечи Вдруг там типа Скрытая штука Да? Поддержать Ну подержать Легонечком Ну У тебя Смелость Есть Должен признать Конечно Она быстро превратится В теплые Короче Это как в школе Знаете Заправляли Шариковую ручку Лимонной кислотой И писали записки Которые проявлялись Под свечой Но тут немножко Другая штука Скрылись те символы Которые не нужны Так Привлекло интерес Привлекло интерес Приходи В глушь Пепельную Если хочешь Немного продлить себе жизнь Принять совет Вообще Класс Да Такая Игра Конечно Продуманная И Левел ап У бобра Так Здесь еще Кстати Можно Улучшить Но Я короче Точность Тапаю ему Хотя Погодите Да Я буду Получать Бонус От школ 20% Все равно Точность Нужна Это раз Сейчас посмотрим Что по лидерству Можно Как продвинуться Там же такая Халява С этим лидерством Мы взяли Дополнительные Слоты Под Заклинания И можем Что еще Взять Хороший Баф На урон Огромный Радиус Всем 20% Бонус На урон Хорошая Штука Это чушь А Вот Второе Дыхание Один раз За бой Все союзники Плюс Треть здоровья Радиус Правда 5 метров Может Даже Лучше Перехват Инициативы Пока взять Полминуты Хороший паф А Тут только Один Я возьму То есть Надо Выбирать Переменным Мест Дальше Будет Возрождение Хотя Это так Себе Когда Любой Из Бойцов Убивает Врага Во всем Отряде Возвращается Часть Максимального Здоровья Чушь Может Остановиться С лидерством Что там Интересного Дальше Смекалка Живучесть Сила Минута Неплохо Перезарядка Минута То есть Просто Постоянный Баф Пассивочка Быстрота Урон Будет Хорошо А почему Пассивно И один раз За бой Надо больше Лидерстве Я тоже думаю Что тут Стойкость Быстрота Тут есть Бессмертный Хорошая тема Восстанавливает Очень много Здоровья Очень много Урона Дает А сколько Мне нужно Вот в этих Брать По две Штуки В каждом Это Сомнительная Штука Сомнительная Если я Дальше По магии Иду Бонусные Заклинания Усиление Хаоса Взрыв Хаос Отбрасывает Врагов Поражая Случайной Мощной Паралич Заморозка Разложение Оглушение Окаменение Наверное По магии Нужно идти Учитывая То что мы Качаем Разные Стихии Только Надо Выбрать Какую Из двух Обилок Обессиливание При попадании Оружием Ослабление Вот Сила снижается На пять Пунктов Класс То есть Урона Уходит У людей На полминуты Я бы Атака Из режима Скрытность А Что Атака Из режима Скрытность На короткое Время Ослабляет Цель Нет Не то Это что Мастер Владения Посохом Мне Очень Не нравится Эта Хрень Может Взять Что-то Из базовых Типа К знаниям Десяточку Добавить Просто Да Да Я думаю Что Она Вот Реально Полезнее Чем Эти Две Посохи Выметаем Да Давай Десятку Знаний Это Все Нам Апнет Все Прям Прям Все Хорошо Маги Тут Так Тащат Чертеж Закрытая Железная Рукавица Кузне Шпиля И Нужные Материалы Можете Задать Закрытые Железные Рукавицы Если у вас Есть Доступ Кузне Нужные Материалы С ума Сойти Миша Заклинание Апнуть При помощи Стрихов У Нулевой Магички Да Кстати Мы же Даже Не смотрели На На Ее С Пылы У Нее Там Вообще Хотя Подождите У нее Нам Недоступен Пока Еще Сигил Тератус Увы Но Ей Можно Накидывать Массу Всего Могильный Свет Приливы Молнии 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 Не только Получается Что За Ересь Давай Молнии Ладно Воспламенение Хорошая Штука Урон Нет В смысле Точность Нет Урон Да У нее 54 Знания Лол Бобер Вот 98 Здравствуйте Вот Бобер Так Она Что Может Ладно Давай Дадим ей Дефолтные Пока что Саппортящие Вещи Ну Типа Восстановление Да Их Конечно Можно Немножко Поэффективнее Сделать Чуть Чуть Ну Ладно Молния Так Молния Заряженный Кулак 2 метра Дистанцию АПМ До 4 Урона АПМ Какая Это Ну Не Очень По Знания Электрошипа Шок Длительность Кажись Там Хорошо Заходит Главное Главным Образом Ради Оглушения Это Делается И Пожалуй Импульс АПМ Не Статы Так Ну Я Немножко Статами Знания Подниму Совсем Немножко Короче Ладно Давай Чисто Урон А Уже 62 Знания Все Таки Зашли Одно Обновляем Берем Последнее Третье Выражение По Молниям Ну Ее там Еще Есть Обилки Свои Классовые Так Скажем Выбор Конечно Конский У нее Вон Еще Три Четыре Обилки Плюс Заклинания Пять Обилок Еще Отбрасывающий Взрыв Нет Нормально Все У нее Конечно Если бы Я еще Навыки И прокачивал То есть С нуля Там Проходила По пятер И закидывала Как основному Герою Было бы Значительно Лучше Но Что есть То есть Так Я еще На улице Не брал Ап Тут Мы Вроде Пробежались Заходим Выходим На улицу Там Было Сундук И Схрончик Такой В углу В левом У новой героини Спрашивал Сколько Да нет Она Приличная Девушка Судя По Всему Опачки Багровых Копий Посмотрим Что у нее Вообще По Девайсам Ничего Десять Знаний Нифига Себе Я Б Главному Герою Взял Такой Кипарик Козырный Еще Десяточка Знаний Так Ботинки У тебя Ботинки Ладно Надевай Не отображать Еще шлем Встановление Изменится Не стоит Что у Так Главного Героя Познанием 108 108 Просто Можно Пробегаться И Все Все Ох Вообще Фул Просто Фул Открыт Достижение Мастер Заклинания Я Мастер Написали Тачивка Есть Так Электрошок 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 А зачем Мне накидывал Тебе Точность Учитывая То что Ты по Молниям Товарищ Пока Не надо Длительность Да АОЕ Да Дальность Нет Вот сейчас Как раз Точность Лучше 105 Просто 105 Огненный Шар Урон 95 АОЕ Еще 120 Ой Яну Бас Не Лучше Наверное Все-таки АОЕ Чем Да На соточку Знаний Пока Не хватает Не хватает Немного Так Далее Чистый урон Сбивание С ног Урон АОЕ Как Капается Бобер Он Псих Так А может Ты вместо Вот этой Вот Убогости Которую Может Любой Школьник Скастовать Возьмешь Ошеломление Ошеломление Конус Это Это Да Это Оно 70 Знаний Конус Там Конус Очень Хороший Я думаю Не стоит Убрать Урон Электрический Давайте Точность Для начала Повысим Вот И хватает Топич Просто Топич И Вспышка Пламени На 75 Добавляем Ей Комбинирован Урон С Заморозкой 105 Повелитель Огня Хорош Десяточку Знаний Просто Взяли И Подарили Мне Приятно Бронзовый Меч Одноручный Может Быть Кстати Лучше Чем Моего Конус Влезе Не зашел А Не помню А тут Лута уже Нет Тут Раньше Был Вот Это Сундук Лутабельным А Сейчас Нет Провал Зато Появились Новые Места Места Для Лут Ладно Пойдем Посмотрим Перчаточки Наручи Крестьянина Меткость Отражения Восстановления Что Что В них Такого Наручить Дворянина Наручить Крестьянина Один В Один Вообще Он Тут Меткость Урон Без Оружие Поставлю Че Отказываться От Халявы Правильно Ведь А Мой Герб На Воротах Вывесли Вон Повелитель Огня Герб Отлично Так Проверяем Еще Перчатки Железные рукавицы Броня Ну Танку мы не заменим К сожалению Тут еще бронзовый сли Так есть Что хорошо Рассматриваемся А куда Сейчас пойти Лучше По Квесту На На Суд Рыбка Тебе хватает Уважухи От Барвиха И фуги Посмотри Поговори Откроешь Комбу Взаимоотношению Фуга Фуга И так Открыта Ну Хотя А Барик Ой Да Барик Еще Барик Вообще Пугать Нужно Да На Суток Те Ж Написали Там Можно В разные Места Пойти Давай С Фугой Думаешь Я правильное решение принял Верность увеличивается Захватить И всех оттуда выпереть Для этого нужны яйца Которые во врата суждения Не пролезут Но винить себя я не могу Если с осадой Все действительно было Настолько плохо То не вижу Чтобы у тебя был Другой выбор Это конечно Принесет тебя Куда больше врагов Чем друзей Но дружбу Сильно не переоценивают Кто может сказать Война это вечный Компромисс С совестью Пока решаешь Кому жить И кому умирать И то что кажется ошибкой Оборачивается В итоге величайшим Благословением Есть несколько вопросов Так Можно их Посмотреть Сказать что Кто-нибудь из вас заметил Что в паре Вы сложаетесь Лучше Время от времени Такие мысли Приходили мне в голову Битвы к завоеванию Сражались спиной к спине Много больше Чем один раз Здоровяк Здоровяк без Своей фаланги Здесь столь же Бесполезен Как и пустые Ножны А вот я достаточно Быстра Чтобы это Скомпенсировать И неплохо Иметь Живую стенку И жужжавых Железя Которые тебя Прикроют Я хочу Чтобы вы Потренировались В паре Ни за что Наши манеры Боя несовместимы Любой лейтенант Опальных Посоветует тебе Не тренироваться С солдатом Которого ты не Перевариваешь Я склонно Согласиться Если тебе нужна Боевая пара Между бойцами Должна быть Какая-нибудь Страсть Или магнетизм У нас этим Туго Хитро уме 47 Блифовать Если эта задача Не по силам Я не буду настаивать Ни достаточно Репутация Хорошая попытка Но меня не проняет Твоими льстивыми Речами Как и меня По крайней мере Не в этом случае Почему не рискнусь? Нет Не хочет Прикольно Прикольно Столько диалогов Конечно Барик Ты там в порядке? Он глядит на вас Пусть вы не видите Его лица Судается впечатление Что настроение Обращалось Еще больше Откнуть его Что тебя расстроило? Ты предал Грэвена Аше Легионы наших Северных сородичей Как я понимаю В этой компании Ты предатель Он наклоняется к вам И выглядит так Что готова задушить Атлетика 26 Ударит Барик В живот Ой На она Страх увеличивается С громким лязгом Ваш кулак Печатывается в его броню Барик смотрит Столь же недоуменно Сколь осуждающий Не знаю Что ты ожидал Но очень рад Тебя разочаровать Давай внесем Никакую ясность У тебя Мой меч Но сердце мое Принадлежит Аше и Северу Я оружие Привязано К тебе Лишь долгом И ничем больше Вот и поговорили Отлично Как тебя вообще дела Верность все равно Один Ну может это базовое Как бы Не понял Если и А Барик и Фуга Будет уважать Понятно Короче Мне наверное Не стоит возвращаться В шпиль Я же могу перемещаться По глобальной карте И через вот эти вот темы Правильно? Город Бастард Вот сюда вот на суд Туно Идем Поехали Два дня Двенадцать часов Классно Конечно Классно День сменяется Ночью Ночью Днем И так Еще Разочек Управление Иллюзиями Знания Апнулись Еще Так Задача Сейчас Идет заседание Суда Туно Но поговорите С ним о том Что произошло В колодце Вендриенов Судебный Вельможи 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 Судебный Аврора Там Цевиус О Это ж наши Ну то есть Это опальные Трое представителей Алого хора А вот он Туно Какие у него защиты Какие резисты Хочется сохраниться И ударить Но не могу Сохраниться Записка Стой Навстречу По записке Так мне Сказали Что-то Вы меня Путаете Все Подожди Говорят Главное Спросил Что по порядку Говорят Вообще Это суд Ой Записка Записка Так Погодите Тревожное Видение Путь К власти Помочь Вам В дальнейшем Продвижении Встретиться С Бледаном Марком В пепельной Глуши Путь К власти Путь К власти Это оно Нет Распутили Тианы Вот он Пепельная Глушь Поставь Галку Чтобы не Видеть Уже Готовый Хорошо Возможно Главное Спросил Куда Ай Подожди Туда Ну ладно Сейчас у нас Время-то Неограничено Пока что Поэтому Все Ого Так Вот она Пепельная Глушь Локация Очень Маленькая Именно Тут Похоже Архонту Теней Понравилась Ваша Работа В колодце Вендриенов И он Хочет Помочь В дальнейшем Продвижении По Ярусам Хочет Поговорить С вами В пепельной Глуши Поговорим Поговорим Обязательно Живописное Место Бледен Марк В черной Тьме Появляются Цветные Линии Из густок Теней Напоминающие Человека Приобретает Очертания Бледен Марк Архон Теней Выходит Из своей Стихии Его голову Венчает Шевелюра Длинных Белоснежных Волос Они Спускаются К Причам И там Теряют Четкость Превращаясь Белый Туман Единственные Яркие Пятна На Его Беново Черной Кожи Красная Раскраска На лице И оранжевые Татуировки Вот зараза Палач Тунона Не знаю какой приговор Он будет исполнять Но я не хочу Чтобы мое имя Было в списке Блин Мне нужно Заканчивать На сегодня У меня созвон Должен был быть В 11.30 Поэтому я На этой ноте С вами прощаюсь Благодарю за внимание Поставлю сейчас Запись Заливаться Мы сегодня С вами прошли Дальше Чем в первом Трае И Пойду сейчас Новые диалоги Новые квесты Все будет хорошо Увидимся С вами Либо завтра Либо послезавтра На стриме По сайтам Надеюсь Что успею Подготовить материалы И проведем Стримчик Стримчик Пока